Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 апреля 2016 года пятница, а по одному из старинных 38-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета Асьмица. И тех, кто придерживается староверческой традиции, поздравляю с Днем Возрождения Тарха. Мы сегодня будем общаться с Кутенковым Павлом Ивановичем. Здравия, Павел Иванович! Добрый вечер! И у нас очередная тема. Родокон и насветные печали. Прошлая передача вызвала бурю просто эмоций, разговоров, переживаний. Мне даже пришло письмо сегодня. Чем нас сегодня порадует Павел Иванович? Но поскольку мы говорим про печаль, то не знаю, будем мы радоваться или печалиться. Давайте тогда передаю слово Павлу Ивановичу, чтобы уже об этом всем более подробно от него узнать, как сказать, напрямую из первых рук. Добрый вечер еще раз, уважаемые судари и сударыни. Сегодня наша встреча посвящена одному из родоконов Закона Русского Духа. Это родокон и насветной печали. Один из очень хорошо сохранившихся родоконов, который сегодня жив и, можно сказать, действует во всех землях, весях, краях, больших и малых селениях нашей великой Родины. Конечно, в научной литературе об этом родоконе известно достаточно много. Но сказать, что о нем известно глубоко, это было бы просто-напросто ошибочно. Потому что, как и вся наша народная культура, родокон и насветной печали изучен, так скажем, поверхностно. Мы о нем мало что знаем. И вот полевые исследования, которые проводит Русский музей народовидения, и все результаты, которые мы получили в Законе Русского Духа, и которые описаны в одноименном труде, названном Законом Русского Духа в обрядах и срядах восточных славян, вышедшей вторым изданием в издании Радович в городе Москве, там, в общем-то, основы и насветной печали прописаны. Прописаны, я считаю, неплохо. Они очень хорошо согласуются с общим законом, с общими положениями Закона Русского Духа, с его закономерностями. Поэтому вот мы об этом сегодня и будем говорить. Что такое насветная печаль? Ну, во-первых, что такое слово печаль? Печаль – это есть забота. Это грепта. О ком заботится русский человек в состоянии печали? Ну, наверное, не о теле родственника, общинника, родовича, родича, который ушел из этого мира. А в русской народной культуре понимается, что он заботится о его душе, о его душах. И это проходит красной строкой в народной культуре. Я хочу сделать небольшую оговорку и сказать, что, уважаемые слушатели, мы говорим о русской народной культуре, основу мировоззрения, которую составляют дохристианские взгляды, родноверческие взгляды. То есть народная культура – это сосредоточие родноверческого мировоззрения. Она может не совпадать с православно-христианским мировоззрением. Она во многом не совпадает, мы сегодня это увидим. Она может не совпадать с другими взглядами других церквей, которые существуют в мире. И, в общем-то, это понятно, потому что Бог каждому народу дал свою жизнь, дал свою судьбу и дал свое мировоззрение, которое может совпадать с мировоззрением других народов, может не совпадать. Но оно такое, какое оно есть. Мы можем говорить об утраченном, мы можем говорить о более глубоких пластах в культурах народов, но мы сегодня будем говорить именно о том родноверческом обряде, который сохранился к нашему времени. И сохранился хорошо, он, так говорится, подлежит и подвергается научным исследованиям, и каждый, кто захочет его исследовать, может получить те же результаты, что получил, собственно говоря, я при открытии закона русского духа. Поэтому я бы хотел эту оговорку сделать, чтобы мы это понимали. Итак, когда мы говорим о печали, то есть это явление духовное. А тут вдруг такое понятие «насветная печаль». Почему вообще, что за «насветная печаль», в чем суть этого понятия. Но я хочу подчеркнуть, что наука, которая развивалась в России, особенно бурно в 20-м столетии, к сожалению, в науке принято, я не побоюсь этого слова сказать, нацистский подход по отношению как к самой народной культуре, так и к русскому языку. А нацизм состоит в том, что русский язык, вот особенно, скажем, в последние десятилетия, поставлен под запрет в науке. То есть научные понятия нельзя давать на русском языке. Ну, это, собственно говоря, с петровских времен пошло, когда в Академии русский язык просто, как говорят, не употреблялся вообще до времен Ломоносова, мы знаем. Но вот это вот сегодня, она особенно ясно сказывается. И когда мы пытаемся постигнуть основы, духовные основы своей культуры, мы видим, что вот этот вот запрет давать понятие на русской корневой, на славянской корневой основе, так скажем, это ничто иное, как есть нацизм в духовной области. Мы должны эти вещи понимать. Поэтому мы сегодня встречаемся с таким для нас непонятным понятием на светлой печали. Нам написали слово траур, ну и вроде как бы это печаль, хотя в действительности нет. Траур – это горе, траур – это горе. А когда мы говорим печаль, то мы встречаемся сразу же перед нами, когда, то есть мы даем понятие на славянской основе, на славяно-русской основе корневой, мы сразу видим, что печаль-то она не одна. Их печалей-то очень много. Ну давайте я с вами их сразу перечислю, чтобы мы поняли, на каком поле печали мы с вами сегодня ведем рассуждение, и что мы с вами изучаем, что мы с вами исследуем, о чем мы с вами говорим. Вот есть печаль, да? Значит, печаль по ушедшему в иной мир. Это иносветная печаль, потому что душа уходит в иной мир, на тот свет, и взаимодействие между живыми и ушедшим осуществляется через разные миры. Поэтому она названа иносветной печаль, иной свет. Другой вид печали, распространенной, это белосветная печаль. Белосветная печаль. Что значит белосветная печаль? Ну это тоже в руссконародной культуре, до сих пор оно распространено. Вот печали уходит муж, отец, брат, сын на войну в армии. Выполнять воинский свой долг, защищать родину, просто служить. И здесь его жена, его мать, а могут и другие ближайшие родственники, лица женского пола, в состояние переходить, в состояние печали. Но эта печаль направлена на совершенно, как говорится, проходит в совершенно ином пространстве. Она проходит в пространстве этого света. Поэтому ее называем белосветной. И примером белосветной печали очень хорошо служит у нас плач Ярославны, слово полку Игореве, когда Ярославна, ее, когда муж, великий князь Игорь, был взят полон после многодневных сражений, то она выходила и плакала. Это, конечно же, образ летописец, современник того времени, дал образ. Это образ. То есть он показал, что жены, они помогают духовно своим мужьям. И мы, если мы посмотрим, в конечном итоге князь Игорь бежал из плена и, в общем-то, освободился. То есть вот здесь связь прямая. Это известно у других народов, собственно говоря, у тех же Чукчей, когда Ивенков, когда муж уходит на охоту, жена садится и начинает погружаться и оказывает такую же помощь духовную своему мужу-охотнику во всех вещах. И когда охотник приходит с удачей, то радость, как говорится, делят все сородичи, объявляют, как говорится, победителем и, конечно же, кто добыл добычу, и его жену. То есть вот там два всегда, как говорится, добытчика. Поэтому вот это белосветная печаль. А когда мы говорим траур, то тут как-то это не вяжется, да? А здесь вот понятно. Дальше печаль свадебная. Мы об этом много говорили. Невеста, тоже она свадебная печаль, это особый вид печали. Невеста печалится, расставаясь со своим родом, переходит в другой род. Мы ее очень хорошо описали. Также есть печаль роженицы. Роженица родила и переходит в состояние печали. Это роженическая печаль. Родильная печаль. Потому что осуществлен пороговый переход. Это еще один вид печали. Девка не вышла замуж, стала вековой, совершается обряд, она переходит в вековушную печаль. Ее соединяют, ее соединяют в обряде с предками. Проводится такой обряд, ее соединяют с иным миром. Вот это вековушная, это особый вид печали. Она находится в состоянии, в таком состоянии всю свою жизнь. Черничка, которая отказалась выходить замуж, ее тоже соединяют особым образом, особым обрядом с миром предкам и со светлыми силами. Она молится за свой род. И дальше, если мы посмотрим, еще существуют и другие виды печали. То есть, мы попадаем на огромное поле печали, на огромное поле духовной работы. И она, конечно, эта духовная работа ведется как лицами женского пола, бабами, девками, женщинами, так, конечно же, и мужской половиной. Но в меньшей степени, потому что эта печаль, все же, это сохранение очага семейного родового очага. И поэтому здесь во многом забота лежит на жене. Поэтому мы с вами говорим вот именно, сужаем свою область рассуждения, знания и разговора это об иноцветной печали. И вот, собственно говоря, здесь тогда, когда мы видим, что огромное поле у нас печалей, мы видим, что наука в этом отношении совершенно ничего не сделала, чтобы разъяснить, исследовать и показать, на каком уровне, так скажем, духовная культура, как развивалась, где были ее сильные стороны, как она строила свою жизнь и строй, и какое место занимает вот эта печаль в культуре. Этого не сделано до сих пор. Поэтому многие вопросы просто-напросто не решены. Да и это не могло быть решено, особенно в 20-м столетии, потому что это находилось под прямым запретом было. А понятия, которые нам даются на иностранном языке, она еще накладывала такую, так скажем, печать, печать накладывала. Она закрывала просто-напросто пласты нашей духовной культуры. Конечно же, если мы посмотрим внешне, то мы увидим, что вот эта вся печальная одежда, она всегда была, то есть состояние печали всегда отражалось белыми видами одежды. То есть для славян, восточных славян, славян-русов и не только славян-русов, все славяне еще до начала 20-го столетия, все славяне печалились с белой одежды. Собственно говоря, в академической, в университетской науке эти вещи хорошо известны. Если вы посмотрите труды наших выдающихся народоведов, Дмитрия Константиновича Зеленина, Натальи Ивановны Лебедевой, Маслова и других ученых, то там эти вещи очень хорошо прописываются. Ну, определенный материал по этим вопросам и дал, как говорится, ваш покорный слуга. Потому что и сегодня мы видим, что люди в сельской местности по печали надевают белые одежды. Ну, и это очевидно, потому что белый цвет это свет святости, это свет чистоты, это свет непорочности духовной. Поэтому, когда происходят вот такие события порогового состояния, то люди дабы выразить свое состояние, отношение к происшедшему, они одеваются в белые одежды. И белые одежды, они просто-напросто не отвлекают на иное человека. Особенно, когда он погружается в большую и на свет на печали, то это просто-напросто необходимо. Другие цвета, присутствующие в одежде, они будут возбуждать ненужные чувства в данном состоянии для человека. Вот, собственно говоря, об основных понятиях ино-светной печали. Сколько же у нас ино-светная печаль длится по времени? По времени ино-светная печаль длится, если мы возьмем Южно-Великорусскую, Южно-Великорусские земли, Брянская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Рязанская часть области, Пензенская и так далее, то три года. Три года по закону русского духа длится ино-светная печаль. Я бы здесь хотел сказать, что когда мы говорим об ино-светной печали, то при том явлении, когда вот оно происходит, человек уходит в иной мир, то здесь наступает два потока времени открывается. Поток времени печального времени и поток он такой носит лично общественный характер и поток поминального времени. Вот эти разные потоки, разные потоки времени и собственно говоря, только закон русского духа на них обратил внимание, потому что это чувствуется, это сразу ощущается, когда начинаешь работать в этом пространстве, то ты сразу чувствуешь, что это разные потоки. Они выражаются в том, что печаль это поток непрерывный, непрерывный поток идет и он, конечно же, ступенчатый, то есть вот есть большая печаль, что такое большая печаль, что маленькая печаль иноцветная, мы говорим об иноцветной печали. Большая печаль это когда человек погружается в такую степень духовного состояния, что он не отвлекается ни на что иное. То есть если молодая баба, бабенка, молодуха, ну про молодую бабенку, молодую бабенку про бабу первого возраста говорим, второго, третьего, вообще детородного возраста, она входит в состоянии большой печали, то ей запрещается в это время зачинать детей, вести половую жизнь, так скажем. Но так скажем, если половую жизнь как-то можно упорядочить, то вот зачатие детей в это время категорически запрещено, потому что она, по сути дела, находится в состоянии выхода из преодоления вот этого порогового перехода, расставания с душой ушедшего в этот мир, состояние взаимосвязи теснейшей, что это накладывает запрет на зачатие новых детей и, соответственно, поучение. То есть тут вот такие сложные идут взаимосвязи, которые культуру очень хорошо улавливаются и, соответственно, устанавливаются нормы. Это вот большая печаль. Конечно, большая печаль обычно длится 40 дней, 40 дней, потому что, допустим, если молодая баба, мы говорим о молодой бабе в данной, как говорится, сию минуту, то ей, конечно же, надо рожать детей, поэтому пребывание больше 40 дней для нее нецелесообразно, поэтому после проводов души на тот свет одних из проводов, ну, больших проводов на 40-й день она входит в состояние малой печали, но бывает, что она не может выйти или нецелесообразно находиться до года в состоянии большой печали, а мать, мать, допустим, по умершему сыну может находиться несколько лет в состоянии большой печали, мать, ну, а жена, собственно говоря, вдова, она становится вдовой, когда муж умирает, то это вдовья печали, это на свет на печали, но это особый вид печали, жена переходит в состояние большой печали на многие-многие годы, в некоторых культурах она вечно, и на нее налагается запрет вечной недетородности, то есть, если молодая бабенка, умер там у нее брат, отец, мать, она в состоянии большой печали входит до сорока дней и в состоянии временной недетородности, а потом она выходит из этого состояния и из состояния временной недетородности может дальше продолжать и начинать творить новые жизни, то вдова по своему состоянию, по своему статусу, по своим всем, как говорится, положением культура на вдову накладывает нормы вечной недетородности, то есть, вдова уже больше не имеет права входить в состояние детородности, даже, как говорится, вот она и все может, и там 18 лет, а все, мужа похоронила, все, не имеет права, вот такие нормы культуры, и собственно говоря, они очень хорошо в обрядах прослеживаются, если мы посмотрим, что, допустим, вдовец, он имеет право жениться, он через 40 дней или через год находит себе новую жену и свадьба, если он берет девицу, то свадьба творится по всем правилам, длится 3 года 40 дней, а если, так скажем, вдова, то вдруг по каким-то так скажем, показаниям, ну осталось у нее 5 детей, она еще молодая и нашла себе вдовца или вдовец ее нашел, то свадьба здесь просто-напросто, как говорится, происходит застолье, рукопожатие и на этом дело заканчивается, потому что люди соединяются не для продолжения рода, потому что душ, что у них в разных родах, и души их не соединяются, а для воспитания детей, это культурой не возобраняется, поэтому вот состояние большой печали, она, конечно же, отражается, как говорится, в нормах поведения лиц в этом участвующих, и вот поток времени, который открывается, вот этот вот печальный, да, печальный поток, он идет непрерывно, он идет непрерывно, там, но в южно-русских, я уже говорил, это вот три года, три года, а если мы берем, допустим, северно-великорусские земли, Волобь, Архангельск, то там эти нормы ограничены годом, вот там в большинстве краев северно-великорусских там до года идет вся печаль, вся печаль, вся печаль, до года, большая печаль, тоже до 40 дней, это, как говорится, для вдовы тоже касается, вот, как говорится, ее вдовья печаль, а так общая, вот, общественная печаль, это до года, вот поминальное время, это свое время, и если в печали участвует в основном, в основном участвуют лица женского пола, то в поминальной времени, в поминальных обрядах Участвует вся община, в том числе и мужчины И обязаны, так скажем, участвовать Они, в общем-то, ну, это как бы норма такая Обязательно, не обязательно Норма, она есть и все, как говорится Ну, это как вот сейчас подошел к троллейбусу, да Двери захлопнулась, ты уже не прыгаешь на него Не лезешь на, как говорится, на ступеньки Не хватаешься за дверку Не лезешь на крышу Все, он поехал, все, ты остался Так и здесь, это все, это очевидные вещи, да Он уже поехал, двери захлопнулись Так и здесь Открылись врата поминального времени, все участвуют Закрылись врата, они могут не совпадать Врата, время по длительности печальное и поминальное Они могут не совпадать Хотя зачастую они совпадают, но могут не совпадать Потому что печальное время может продолжаться Во-первых, для каждого лица печальное время, оно течет по-разному Для каждого лица участвующая печальная иноцветная печаль протекает по-разному То есть для матери это понятно Как говорится, самая большая печаль может года длиться Для жены тоже годы Для родных сестер-братьев это может заканчиваться тремя годами Для двоюродных-троюродных уже годом А для четвертого-пятого колена, так скажем Они уже после сорокового дня могут одевать и красные одежды То есть вот это в народной культуре очень хорошо Вопрос хорошо проработан И он показывает, что в родовых культурах существуют Кровно-родственные, кроме духовных, существуют Кровно-родственные взаимоотношения И дух, и кровь, они взаимосвязаны Это очень важные вещи О которых, как-то так скажем Может быть, в силу различных обстоятельств После прихода коммунистов к управлению страной не было Как говорится, в обычае, научных обычаях говорить Но они существуют Они существуют и достаточно существуют жестко И вот она, светлая печаль, закон русского духа Это дело нам подтверждает Как правило, поминки Они по закону русского духа закончились Все, община перестает заниматься ими Все не участвует С этого времени, допустим Ну, на русском севере, как мы уже сказали, год А у южного великорусов это три года Человек, ушедший на тот свет, переходит в состав родителей С этого момента Как только по нормам культуры Он перешел в состав родителей С этого момента считается Он может оказывать помощь живущим на земле До этого помощь оказывали ему Чтобы он успешно перешел на тот свет Все его души Ну, три души, так скажем Три души Это вот очень знаменательно И независимо Кто ушел В каком возрасте В 15-16 лет Были ли дети у него Не были ли детей В 40 лет В 100 лет ушел Он называется родителем Или, как говорится В Беларуси это говорят деды То есть вот Душа К этому времени уже Находится в таком состоянии Что считается Что она оказывает помощь Живущим здесь Людям его рода Которые остались в этом свете Поэтому Отношение Вот к этим поминкам Конечно же Она очень уважительная Я уже говорил о том Что родовая Крестьянская родовая культура Тогда Образуется Когда Когда в культуре Культура вообще Крестьянская родовая культура Тогда образуется Когда Какое-то селение Большое Или несколько селений Связанное Кровно-родственными Духовными отношениями Способны В течение Нескольких поколений Как бы так Условно говоря Душу прогонять Через тот и этот свет Отправлять ее На древо рода Потом возвращать ее Опять вселять В младенцев И вот так вот Так скажем Проходить пути Поэтому вот И отношение Соответственно К душам Вот оно диктуется Исходя из этих норм Из этого понимания И в культуре Конечно же Вот Существовали запреты Как говорится Брать со стороны Девок Как говорится Жены Отдавать девок Со стороны На сторону Потому что Своих душ не отдавали Их взращивали В своей культуре И поэтому Она и культура Именно поэтому Она и культура Потому что Существует кульс Существует знание Существует умение Она образуется И вот поминки, они эти вещи очень хорошо показывают На внешнем мире они показывают, что вот это существует А вот после того, как общество, общество, частные общественные поминки заканчивались То семейные поминки, конечно же, они продолжались То есть семья, она и после трех лет поминала частным образом И до того времени, когда считала нужным Это вот очень хорошо выражено в Смоленской области Где там имеется свое своеобразие в проведении поминально-печальной обрядности До сего времени галашения сильно развита, одежда, обряды поминальные, обряды печальные И там вот это выходит за три года Там и до 12, до 15, до 25 лет могут проводиться семейные поминки По ушедшим на тот свет Павел Иванович, музыкальная пауза у нас намечается Прервемся? Давайте, хорошо Хорошо Вы слушаете Народное Славянское радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском радио Напомню, что по одному из современных календарей 8 апреля 2016 года пятница По одному из старинных 38 день месяца пробуждения природы 7524 лета осмится И тех, кто себя причисляет к староверческим традициям Поздравляю с днем возрождения Тарха Родокон и на светной печали Такова тема сегодняшнего эфира Главный ведущий Кутенков Павел Иванович Уже идут вопросы в эфире В чате, вернее, для нашего эфира Я их складываю аккуратненько на полочку Зададим все, я надеюсь И мы остановились на поминках Но уточнили, что в Смоленской области Было выражено более традиционно Продолжать печаль более трех лет Вот, может быть, здесь надо отметить А почему именно в Смоленской области Как-то она растягивается Не год, не три, а больше в некоторых моментах Ну, можно сказать, почему Потому что Смоленская земля – это особая земля Вообще, вот, занимаясь полевыми исследованиями Я обратил внимание, что те сведения, которые Те культурные пласты, которые идут от древних родовых начал у нас Там Вятичи, Северяне, Словении, Родимичи Они прослеживаются до настоящего времени Они просто очень хорошо прослеживаются Вот едешь по селам Один куст исследуешь, второй, третий Потом раз заезжаешь в какую-то местность И прям резко идут изменения по обрядам По свадебным, похоронным, поминальным, породильным Одежда меняется И ты просто ощущаешь То, что там было И что здесь, как говорится, вот, разное То есть, вот эти вещи, они идут с древних времен То есть, с древнейших времен Как племена определились с какими-то вещами Так вот, в духовной жизни она это идет и передается И я вам хочу сказать, что Если вот вы когда-то займетесь Обратите внимание на, допустим, историю христианства Почитаете историю соборов То там вот эти вещи Отношение к народности Очень хорошо прописано Ведь христианство, так скажем Свои позиции завоевывало постепенно И очень аккуратненько И они в соборах прописали Да, народности нужно уважать Это по народности Как говорится, идет вот такие-то, такие-то особенности Там в ихних обрядах церковных Это так вот сложилось, как они пишут истрии И это надо вот уважать То есть, вот эти вещи Они, конечно, прокладывали путь не только Как говорится, к современности в народных культурах Но они прокладывали путь и в иных, так скажем Учреждениях, которые занимались духовной жизнью И поэтому смоляне просто-напросто Сохраняют вот эти вещи Очень древние Вот, есть общие закономерности Которые их в общеславянском поле находятся Они у них есть В более, может быть, выраженном виде Но у них есть еще и свои, свои особенности То есть, она не противоречит Общему потоку, так скажем, духовности Которая нас связывает С запредельными мирами И вот продолжаем про поминки Да, просто я почему-то про смоляне спросил Потому что одно из направлений Красотуда у меня идет Елинский район И там, конечно, вот недавно я был Ну, там ужас чего Из деревни одна там бабушка осталась 90-летняя Деревни как таковой уже нет То есть, откуда сейчас черпать древность Это, конечно, вопрос очень большой Вот это вопрос отдельный и особый Но сегодня он уместно его затронуть Откуда древности черпать Откуда смотреть Ну, я несколько лет поездил по Смоленску Не так много, конечно Но несколько полевых походов совершил И селение есть Конечно, Смоленска вымирает Как вся Великорусская земля Родозгоние у нас совершилось Мы на колее смерти находимся Мы сейчас из нее выходим Это у нас основная и главная задача Вот и на встрече с Путиным задали вопрос Там одна Нет ли смысла учредить Министерство по воспроизводству населения Вот, совершенно резонный вопрос Потому что люди это ощущают Смоленск страшно вымирает Но те люди, которые живут Они пользуются И многие люди пользуются Наследием своих предков И своей культурой И вообще, Смоленск в этом отношении Я скажу, в 90-е, 2000-е годы Делает определенные шаги вперед Да, я хочу сказать Мы вымираем все И у нас и города заселяются И народцами, извините Это так происходит Это нужно правде смотреть в глаза То есть, радозгоние В 20-м столетии совершилось Но древности Они черпаются И в существующей культуре И с духом Потому что дух идет из древности Ту судьбу, которую нам дал Бог Мы ее проживаем Вот этот вопрос Он такой Так скажем Тонкий Как его понимать Как размышлять Как осмысливать Как осознавать его Ну, он осознается Потому что Когда ты углубляешься в эту тему Ты видишь, что Многие вещи людям даются Не только от родителей Но даются прямо от Бога Прямо от рода даются Вот это очень интересный вопрос Но это отдельная тема Так скажем Хотя можно вот И сейчас об этом говорить Это уместно То есть прямо от Бога И от предков Идут знания И их просто надо получать И использовать И вот я Много разговаривал С обрядницами Которые проводят Похоронно-поминальные обряды Вот эти вот Ведут обряды На свет на печаль Они прямо говорят Что порторг Всю жизнь проработал порторгом На большом заводе Наверное, добавлять больше К этому Характеристики Понятия порторг не надо Да уж куда дальше Я молодежи могу сказать Что это люди Которые Возглавляли Партийные организации Коммунистической партии Советского Союза Которая стояла На безбожных На сатанинских позициях И вот эти люди Эти люди Я таких знаю Разговаривал с ними Ну вот Об одной скажу В Гусе Железном В Гусе Железном Рязанская область Ну вот Я разговариваю Как говорится С такой Не старой Старухой Обрядницей Бабой Обрядницей За сюда А потом вдруг Сдаю вопрос Скажите пожалуйста А вот То есть все Пятое-десятое А кем вы работали Она говорит А то я парторгом Работала Я в общем-то Конечно Ко многому привыкший Но так скажем так С удивлением Об этом узнал Ну второй пример Вот Это Рязанская область У меня на родине Допустим В прошлом году Умерла Иннокения Имя сейчас Не могу Вспомнить Так скажем Соседнего села Она Вот Просто я был у нее На поминках В силу различных обстоятельств На сороковом Дне присутствовал Так скажем Вот Которую проводила Епископ Местный Вот Она Извините На Прошлый год Была Самой старой Герой Социалистического труда Пинского 1922 года рождения Она была Вот ей Практически там 90 с лишним лет была Вот она Когда Как говорится Закончилась Вот эта коммунистическая истерия Она ушла В церковь И собственно говоря Вот Тоже Пример Он такой Так скажем Яркий Бог дает знания Бог дает знания И направляет По определенной стезе Ну От Различных обстоятельств То есть знания древности Знания древности Кто хочет получить Он их всегда получит Не только из книжек Но он получит их Конечно и из книжек Он их получит И от окружающих Он их получит И иными путями То есть по роду То что называется По каналу напрямую По роду Можно получить знания Даже если ты когда-то Бесился Был Каким-то там Подвержен Нехорошим явлением То в этом случае Все равно Род на твоей стороне Казалось бы Обратился И тебя на истинный путь Наставляют Обращение к Богу И вот еще один пример Приведу Это уже Воронежская Белгородская область Пограничья Вот одна Старуха уже Она рассказывала Она Тоже старуха-обрядница Ходит читает По покойникам Проводит обряды Проводит души У них там Огромные свои братья Я сейчас немножко скажу Про эти вещи Вот Она говорила Так мне во сне Приснилось Вижу сон Мне сказали Ты будешь ходить читать По ушедшим на тот свет А проснулся Говорит И думаю Как же я буду Ходить читать Я даже Я старославянский Это не знаю Но обычно читать Все же на старославянском Говорит Принято читать Вот Не как сейчас на русском Пишут Вот На Как говорится Кириллице На славянской кириллице Читает Вот И говорит Хожу Говорит Как это туда Богород Богородица Она говорит Богородица Мне приснилась И сказала Ты будешь ходить читать И все Говорит И я вот Год-два живу Потом Говорит У нас бабка была в селе Могу назвать село По-моему Подсереднее село Нет Иловка Иловка Глубка Подсереднее В том краю В общем На родине Унешнего Председателя Этого самого Правительства России Медведева Там я Много работал Вот Ну и говорит Вот у нас в селе Была старушка Все Она уже старенькая За 90 лет Вот она ходила И вот Мне уже Родственникам там Как-то вроде все Разъехались Она говорит Ко мне приходит И говорит Да пусти Я вот Там Переночую Вот как бы Там у меня там Свет отключили Дров нету Все кончились Ну говорит А я жила Одна Дети там Живут рядом В своих домах Там В райцентре В Алексеевке В городе Вот Ну я ее пустил А потом Говорит Да живи у меня Что-то это самое Живи Дрова там Дети мне сготавливали Да и сама Она крепкая Говорит Сама я Все это еще И корова Держал И все это Да живи Вот Ну и говорит Вот она Стала у меня жить Ну и что-то Так это самое Вдруг Стала Салпирь Там по вечерам Она читала Как положено Вот И говорит Я потихонечку Потихонечку Научился читать Так говорит Вот так вот Просто Ну учился Прожила у нее Сколько там времени А потом говорит Она умерла Она говорит Умерла И все Книжки Оставила мне И Ну люди Умирают Рожаются Вот умерли Соседи приходят И говорят Мария Иди читай Ну Уже знали Что я могу читать Она говорит Так я ни разу Не ходила Читать Иди Иди А больше Некому читать Говорит Только ты Ты умеешь читать Больше Некому Нет И все Говорит И я пошла Читать Один Второй Третий Говорит Стали люди Приглашать А куда Откажешься В русской В русской В русской народной Культуре Считается Большим Практически Непростительным Грехом Если их разделять Эти грехи По уровням Отказ От участия В похоронах Будь то Как говорится Могилу копать Обмывать Покойника Или читать То есть Какие то Отказ От приглашения В выполнении Каких то Обрядовых действий Считается Очень Большим грехом Поэтому Собственно говоря Вот приходят люди Ну Там Копать Могилу Все Люди все бросают И идут копать Там Какие бы дела не были Никто никогда Не отказывается Ну Вот он Обычай Есть обычай Такой И она тоже Говорит Я так стал читать Вот И вот Там уже Когда я с ней разговаривал На летах Где то Двадцать Двадцать Пять ходила читать Говорит Вот так я Говорит И стала Говорит Читалкой Бабкой А потом же Там Просила Благословения Кто-то ее Благословил Но вот Вопрос Вот эти Вот эти бабки Которые Исполняют Обряды Они не только Конечно Исполняют Обряды Так скажем Вот читает Псалтерь Там очень Поминальный Обряд Все Поминки Согласно Закону Русского Духа Их Одиннадцать Поминок Одиннадцать Двенадцать Ну одиннадцать Поминальных дней Они все Проходят В течение Суток Длятся Ровно Сутки Вот Этими Обрядами Ну В зависимости Руководят Или родственники Или бабка Ну Кто как Лучше подготовлен Потому что Многие родственники Опытные Женщины Уже знают Как говорится Как вести Обряд Вот этот Вот в течение Суток Поэтому Вот Эти Бабки Они Так скажем Очень хорошо Подготовлены Знают эти вещи И ведут Вот этот Обряд И там Нужно Многие Очень Много очень Тонкостей В которых мы Сейчас Углубляться Не будем Но Если необходимо Будут вопросы Мы ответим На них Вот Но они Существуют И поэтому Вот людям Такого уровня Как Судьба У них Складывается Ну вот Она складывается Таким образом Положил Как говорится Партбилет В сундук И пошел Поминать По покойникам Вот так Вот Поэтому Поминки Они Устроены Таким образом Что Их необходимо Делать В народной Культуре Говорят Так Народной Культуре Говорят Так Если поминки Не проведешь То Бог Он свое Все равно Возьмет То есть Поминки Конечно же С точки зрения Современности Всегда Будет Расходное Дело Это Расходное Это Нужно Всех Собрать Ну Не Собрать На поминки Приходят Все Кто Считает Нужным Вот Ну Как Правило Как Правило Как На Похороны Никого Не Приглашают Так И Особенно На поминки Могут пригласить Могут Не пригласить В зависимости В каком селе Как сложилось Но если кто приходит Никогда Не выгонят И всегда Как говорится Только рады Этому будут Вот И когда люди Отказываются От поминок От проведения Поминок А это нужно За три года Худо-бедно Одиннадцать раз Людей собрать Как говорится Вот Ужин И обед Нужно собрать Обычно Два раза Собирают Ужин Это вечном Обед Утром Проводится Вот И Люди Некоторые Считают Это накладом Не проводят И тогда Мне вот Приводят Такие примеры Там Ну В сельской местности Это обычно происходит Все знают Вот они Отказались Вот рассказывает Село Известное Агломазово Село Известно тем Что Это Рязанская область Сасовский район Она известна тем Что там был убит Архиепископ Мессаил В 1654 году По-моему Где-то в эти годы В середине 17-го столетия Значит он пошел Крестить Мордву Вот Из родноверова Переводить их Крестьяне Ну Те Не захотели Тогда Архиепископ Мессаил Обратился К царю Тут ему дал Стражников И он пошел Собственно говоря Как говорится С христианской любовью С огнем и мечом Да С огнем и мечом Ну Путь-то проложено Их Как говорится Это самое Обращать В Христову любовь Ну Я здесь немножко Здесь утрирую Конечно Любовь-то не в этом состоит Любовь Христа Она к людям Всегда существовала Но Она Вот Люди Как говорится В церкви Не так ее Воплощали Но где-то такой же степени Да Как говорится Да Но Мессаил получил стрелу То есть Это документы опубликованы Еще в 19 столетии Эти опубликованы Материалы Вот То есть Мордва защищаясь Как говорится Это самое Просто на пол Защищалась Но и одна стрела попала В архиепископ Мессаилу И он скончался На месте Как говорится При попытках Обратить Мордву Свою веру христианскую Так вот Потом эту Мордву Там все вырезали И Село Тагламазово Стало существовать Но там русские люди Живут На сегодняшний день И вот В этом селе Значит Бабка мне рассказывает Ну у меня записано Фамилия Имя отчество Вот говорит соседка Умерла мать Умерла мать Умерла мать Ну вот Подошел Третий день Исправили Как положено Все А девятый день Да не будем Поминать девятый день Что нам делать Не будем Отец Это самое Заболел И Умер Муж ее Подходит Цирковой день Не будем Делать Правду Души Не будем Делать Сын Поехала Сын Умершей Матери Поехал Со своим Сыном Купаться Стал Купаться Сын Этот внук Уже Утонул Вот Двое поминок Они пропустили Важных Девятый Двадцатый Там проводят Бывали День Не проводят Вот они Не проводили Девятый день Не проводили Сороковой день Душу Не проводили Все Бог Им указал И после Вот этого Они уже Все остальные Поминки Стали проводить Им пришли Люди Сказали Ну вы Конечно Как хотите Но мы вам Должны сказать Что вы Ведете себя По-хамски Вот То есть Им объяснили Чтобы у вас Больше этого Не было Ничего такого Еще там Дом не сгорел Там Жена не умерла Еще что-то Вы Делайте Вот это Вот Ну им подсказали И говорят Они все стали Поминки проводить То есть Вот И таких вот Примеров Когда начинаешь Так С людьми уже Там Хорошо Говорить Рассказывают Они тебе И они Пример Их спрашиваешь Напрямую А если не Привезти поминки Вот А если душу Не проводить Иногда Спрашиваю А если душу Не проводить Мы сейчас Об этом Будем говорить А как так Не проводить То есть Это вообще Не подлежит Обсуждению Вот Поэтому поминки Это очень важный Момент И Я хочу сказать Что допустим Поминки Которые проводятся Псковской области Там на них Обязательно Приходят Те люди На поминки Особенно Соркового дня Приходят люди Которые принимали Участие В похоронах Кто Нес Гроб Кто Копал Могилу Кто Обмывал Вот эти Три Купы Лиц Которые Участвовали В обрядах Они обязательно Присутствуют На сороковом дне И На сороковой день Происходит Размывание рук Обязательно Всем размывают Руки Как бы Так скажем Они выходят Из Вот этого Обряда Состояния До сорокового дня Они находились Вот Скажем В состоянии Взаимозависимости С ушедшим На тот свет Это Очень Напоминает Ну Можно здесь сказать Что если Коротко говорить Что Баня Конечно же Во многих местностях Она обязательно На поминках Вот А здесь Вот в Пскове Размывание рук Ну Точно так же Как при На сороковой день Когда Поветуха Уходит От роженицы То происходит Размывание рук Обряд Размывания рук И Как говорится Ну Соответствующим образом И вот здесь Вот Тоже на сороковой день Происходит Как говорится Мытье рук Мытье рук Происходит Ну Это вот Можем поездить Там Островский район Невельский район Я по этим районам Ездил Об этом Там Рассказывали Ну Собственно говоря Это материалы Изданы Санкт-Петербургской Кафедры Консерватории Народных Народной песни Там есть В консерватории У нас здесь Есть такая Мехнецовская Так скажем Отделение Вот Они издали материалы По Пскову Там тоже это описывается Ну вот Собственно говоря Мы говорим Мы говорим Что показываем Что Сами обряды Содержания Зачастую Что на свадьбе Что при родинах Что при похоронах При поминках Они одни и те же И по содержанию И по действиям И по участникам И тут Прослеживается Поэтому Вот Сороковое Поминки Сорокового дня Они конечно Важны Но что В поминальной обрядности В поминках Что еще важно Важны Обряды Проводов души Вот Когда мы Когда коммунисты Запрещали поминки Они говорили Вот это церковные праздники Ну и все Гребли под одну гребенку Конечно же Это поминки И обряды Поминальные Никакому отношению К церкви Не имеют Я вам скажу так Что Церковь Какие-то даты Она Смогла объяснить Там Первый Третий Девятый Вот Первый Третий Шестой Девятый Двадцатый Сороковое дни Вот из этих дней Допустим Она как-то объясняет Какие-то дни Там Действиями Святых Вот Но Девятый день Она просто не может Объяснить Двадцатый день Она не может Объяснить Поэтому эти дни Вот собственно говоря Зачастую В отдельных местностях У церковных властей Они не в почете Вот А это Собственно говоря Пути Нисхождения Душ Человеческих Переход Их Выход из этого Мира И переход В иной мир Там все очень сложно Происходит Но это происходит Так Но это так происходит Мы сейчас углубляться Не будем Мы сейчас Скажем О явном О явном То что На сегодняшний момент Допустим В Рязанской области Не только в Рязанской области Существует Двенадцать Одиннадцать А где-то двенадцать Обрядов Проводов души То есть душу Ушедшего человека На тот свет Душу Человека Вышедшего Из тела Провожают Двенадцать Раз за три года Павел Иванович Музыкальную паузу Коротенькую На две минуточки Запустим И потом Как раз Об этом Как провожают Поговорим Хорошо? Хорошо Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском радио Напомню Что по одному Из современных Календарей Восьмое Апреля 2016 Года Пятница По одному Из старинных Тридцать восьмой День месяца Пробуждения Природы Семь тысяч пятьсот Двадцать четвертого Лета Асьмица Тех Кто относится К староверию К одному Из направлений Староверов Поздравляю С днем Возрождения Тарха Мы продолжаем Разбирать тему Родокон Иносветной печали Главный сведущий Путинков Павел Иванович И я Не задерживая Передаю микрофон Для продолжения Столь интересной темы Да Добрый вечер Уважаемые Сударьи Сударьи Продолжаем наш разговор Итак Обряд Проводов души Ну известно Что Первые обряды Проводов души Были описаны Существование Обрядов Проводов души У восточных Славян Были описаны В конце Девятнадцатого Ну второй половины Девятнадцатого Столетия Для Северного Великорусов И в общем-то Как-то Наука Этим Так скажем Удовлетворялась Потом Стало Может быть О двух Обрядах Известно Вот В последние годы Мною Открыто Существование Двенадцати Обрядов Проводов души И это Настолько Явление Так скажем Живо Настолько Оно Обязательно Что просто Делу даешься Почему Современная Наука Так скажем Достигшие Огромнейших Высот В познании Бытия Человека Не знает О таких Простецких Вещах Но Вот эта Простецкая Вещь Двенадцать Обрядов Проводов души Человека Она Заставляет Так скажем Задавать вопросы А что это За двенадцать Душ Почему двенадцать Обрядов Проводов души Что это Одну душу Провожают Или Двенадцать Душ Провожают То есть Вот самый простой Обряд И что это Церковный Обряд И что это За обряды Такой Ну конечно Человека Оторванный Так скажем От бутылки Водки Он скажет Да это Там попы Придумали Вот А священники Скажут Да ну Это язычники Придумали Вот Церковь Обряд Конечно И один обряд Проводов души Она запрещала И Три обряда Где существуют В разных местностях По разному А в Рязанске Там Белгородская Область В Воронежской Где двенадцать Обрядов Проводов души Она Их конечно же Жестоко Изгоняет Жестоко Запрещает То есть Мы здесь Сталкиваемся С каким-то Очень древним Явлением Которое В народной Культуре В родноверии Считается Необходимым И она Свершается Но мы знаем С вами Что по закону Русского духа Русский человек Обладает У него есть Три души Ну вещи В общем-то Это не только У русского человека И у других Людей Других народов Существует И по две Речи Не велось И вот эти Двенадцать Обрядов Проводов души Они начинаются С самого Сначала То есть Как только Человек Уходит На тот свет Сразу же Совершается Первый обряд И все Возгласы Все Вопления Которые Которые Вообще Сопровождают Все Поминальные Обрядности Вопления Они Обращаются На восток В сторону Солнца Это вот Удивительная Такая вещь Удивительная Такая вещь При всех Обрядах Всегда Люди Молятся Туда Никуда Ушел Покойник Не на Погост Хотя Есть местности Где Молятся В сторону Погоста Но вообще Молятся На солнце Говорят На восток На солнце Молимся И вот Можно считать Обряды Продвух Души Это первый день Третий день Девятый Двадцатый Сороковой Полгода Год Полтора Два Два с половиной Три В ряде местностей В ряде местностей Проводится Два обряда На сороковой день На сороковой день Душа В ряде местностей Рязанской области И не только Рязанской Белгородской Воронежской Областях Проводится Два раза И говорят Мы душу На сороковой день Провожаем Два раза Ну Обычно Ее провожают Так скажем Может необычно Может более распространено Первый раз Это в двенадцать Часов ночи Или там За несколько часов До двенадцати Или после двенадцати Провожают ее В других местностях Душу провожают В то время Когда человек Умер Вот он В какое время Душа у него Вышла из тела Считается При смерти Она выходит Через Покидает душа И человек Уходит Так сказать Из этого мира Вот в это время Душу провожает Ну и При всех Проводах души Наблюдают Особенно На сороковой день На сороковой день Как душа уходит То есть Во многих Стослях Сегодня Люди Многие Которые Присутствуют На обрядах Проводов души На сороковой день Особенно Они Видят эту душу Как она уходит Ну Для меня В свое время Было это вообще Чудачеством Что там Бабки Рассказывают Вот Ну Потом смотрю Рассказывают Все одно и то же Ну Не все одно и то же А все Рассказывают Так скажем По разному Но об одном и том же Он Одна его видит Три бабка Или родственники Там Обычные родственники Не только бабки Обрядницы Старухи Обрядницы Как я их называю Другие Другие видят Как он знак дает Третий Прям знает Что вот Прилетит бабочка И она должна улететь И сидят люди Погружаются В это время В молитвенное состояние Это Вот Очень интересен Сам обряд Проводов души В разных местностях Если его исследовать Подробно Вообще Такой богатейший материал Как до сих пор Он выполняется Так скажем И ты видишь Находишь Так скажем Много Созвучия В обрядах Проводов души В тех молитвенных состояниях Которые испытывают Святые Старцы Которые Известны нам По буддизму Индуизму Так скажем Ты видишь Там В общем-то Глубокое единство В этих Проявлениях Но у русских Оно Так скажем Имеет Такой Общинный Родовой характер Не только Личностный Да Общинный Вот эти вот Хороводы А поминальные обрядности На светной печали Это конечно же Вот Так скажем Обрядовые действия Такого вот Это содержание Которые тоже Своего рода Круг Люди Садятся В круг И начинают Молиться Погружаются Все молчат Молятся Внутренне Это тоже Очень интересно И потом Появляется Душа И она Уходит Так скажем Вот Это Просто Одно Дело Когда тебе Расскажут Так скажем Там Один Два Ну десять Человек Когда тебе Рассказывают Сотни 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 И потом Тебе уже Надоедает Эти все вещи Записывать Потому что Ну Это для них Как бы Так скажем Будничность Ну похоронили Напродал Душу Проводили Да Пришел Увидели Проводили Все Пошли Выполнили Обряды Вот То есть Конечно Осязаемость Вот Сущностного Людьми Это Такое Явление Которое В науке Практически Мало Изучено И она Ввиду того Что существовал Запрет На изучение Этих явлений Она до сих пор Просто малоизвестна Если мы возьмем Академическую Литературу То Вот то что я Сейчас говорю Про 11 обрядов Это Кроме моих Трудов Которые я Издаю И статей В общем Пока Редко где Редко Редко где Встретишь Упоминания Об этом Так Ну Видимо запрет Наложен Я так понимаю Эти вещи Павел Иванович Вот то что я сказал В кругу Когда душа Прям чуть ли не Не Трансформируется Такой Сущность Видимо Ощущаем Это уже Видовство Называется Это уже Такой Уровень Ну скажем так Высокого Посвящения И если Это Предки Те Которые Находились Ну скажем так Серьезно Под христианским Влиянием И это умели Делать Это о многом Говорит Ну И поработать На эту Тему И так Дальше Просто Ты увидишь Что да Вот этим Во первых Обрядом этим Руководят Люди Которые Подготовлены Вот И это Совершается Сегодня И это Совершается Сегодня Так скажем И Очень Интересно Не только Сам обряд Но я хочу Сказать Что вот Для меня Интересно Эта тема Многие годы Составляла Особый интерес Я с большим Интересом Совершал Полевые походы Сдал Как говорится Возможности Общаться В этом Отношении Познавать И вот Люди Мне было Очень интересно Ну Кто же Посвящает Вот этих Вот Бабок Вот Почему они Кто им Разрешает Дает Разрешение Так скажем Как это Происходит Вот Здесь Очень интересно Что Да Есть Многие Священники Ходят Батюшка Благословляет И ходят Читать Но Есть Люди Которые Говорят А меня Посвятил Вот Такой Старик Вот Был у нас Вот Он проверил Как я читаю Туда Сюда Так Сажим Поглядел На меня И сказал Ты Будешь Читать Иди Читать То есть Вот Другие Идут Какие-то Далекие Монастыри Идут В далекие Монастыри К старцам И получают Там у них Разрешение На то Чтобы ходить Читать По покойникам То есть Вот Из этого Исследования Которое Я проводил Очевидно Что Получается Право На проведение Обрядов По Связям С тем Миром Люди Вот Удостаиваются Так скажем От Тех Людей Которые Имеют Значимость Духовной Жизни Русского Народа А не только Так скажем Напрямую От священников Это вот Очень интересно Интересные вещи Когда Говоришь С одной бабкой Со второй С третьей Бабки очень разные Есть в селах Где вот Уже это Искренне Прекратилось Где все Закончились Бабки читальщицы Так скажем Там на кругу Не найдешь А есть в селах Где их Так скажем По 10-15 человек Ну они Во-первых Там у них всегда Есть старший кто-то Они ходят Группами Так скажем Это очень Развитое Вот такое явление И когда Вот Это накладываешь На обряды Которые они Совершают Так скажем А эти обряды Сегодня говорят Мы совершаем В Тае Потому что Русская православная церковь Сегодня взяла власть В этом вопросе И жестко давит Вот эту народную культуру Я скажу Что Когда я Стал обращать На эти вещи Внимание Ну они говорят Ну запрещают Запрещают То есть В большинстве В большинстве местностей Не во всех Подчеркну Не во всех Но в большинстве местностей Русская православная церковь Проводит Так скажем Действия Направленные На разрушение Духовной культуры Русского народа Это вот Однозначно Тут Не нужно быть Семь-пядей во лбу Так скажем Можно Месяца 3-4 поездить По России Задаться этим вопросом И сразу на эти вещи Наскнешься Ну люди Не сразу конечно Раскрываются Но тем не менее Говорят Батюшка запрещает Батюшка запрещает Это И Как говорится Начинают рассказывать Как говорится Что это не надо А другие говорят Мы проводили Провожаем Когда ты уже С ним войдешь В плотные Такие отношения Хорошие Они говорят Мы проводили Будем проводить Вот Священники тоже Некоторые Прямо говорят Говорят Пригласят меня Я выполню свой обряд Ну все Батюшка иди Остальное мы сами сделаем То есть Тут вот есть конечно Вещи разделения на Мужское и женское И есть конечно Сохранение своего Так скажем От посторонних Взглядов То есть Пришел батюшка Положили Нагрудные Батюшка берет За эти обряды День Так скажем Нагрудные Взял Сделал дело Да и пошел дальше Отмахал кодилом Ушел А вот эти обряды Уже проводятся Я вам Хочу сказать Уважаемые Сударьи и сударыни Что Это как бы Общенаучный подход Он существует Что вот эти люди Которые занимаются Обрядами Такими Высобками Они для них не берут И я Спрашивал Сотни Сотни людей Спрашивал И многие Многие из них Большинство из них Говорило Нет Что дадут То и дадут 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 Не дадут Не дадут Так скажем Вот Единственное Что полагается Человеку Который Так скажем По покойнику Проводит обряды Это вот Платок Или полотенце На котором Он читает Псалтер Обычно Решито ставится Это тоже Древнейшие Славянские Так скажем Обрядовые вещи Вот ставится Решеток Покрывается Белым платком Или белым Полотенцем Сейчас могут Платок Потому что Не у всех Полотенце есть А раньше Полотенце Вот этот вот Платок Который обязательно Лежит На обрядах До сорокового дня После сорокового дня После Так скажем Проводов души На тот свет Когда считается Что она окончательно Ушла Вроде она окончательно Ушла А потом все До трех лет Провожать Опять возникают Вопросы Как говорится Можно задавать Почему и как Вот это вот Полотенце А старуха Обрядница Берет себе Больше Она говорит Больше мы не берем Это нельзя Деньги брать Сейчас Безобразие Вот это пошло Там устанавливают Цену Там За Поминки Столько-то Такие-то суммы Это нельзя Старые старухи Которые И новые Которые Так скажем Входят В это состояние Так скажем Положение И статус Они не берут денег Иначе Это называлось бы Святотатство Древним словом Нашим Да Это вот очень Это вот очень Интересная вещь Так скажем То есть так как Скажем Знахарь Дали Дали Так скажем Вот ему дано Право Видеть человека Лечить его Так скажем Он знает Он лечит Или вот Допустим У Косарева Есть такой исследователь С Академии наук России Написал книгу Про этих самых Про народу Сибири Там у шаманов Так скажем Боже упаси Что-то просить себе Пришел тебе Лечиться Человек Вылечил Вылечил Если он дал тебе Кусок рыбы Мяса Так скажем Ну хорошо Не дал Не дал Все Он просто И вот Как я читал Воспоминания Дочери шамана Она говорит Ну В советское время Вот он лечил Шаманство было запрещено Но люди-то шли Лечиться Шли Говорят А куда денешься Он лечил А Они полечились Как говорится У всех семей У всех заботы Все на рыбалку На охоту А он занимается этим Вечами И говорит Мы ходили В полупроглодь Семья-то была Говорят Мы ходили В полупроглодь Люди Не приносили Ничего Не давали Запрещали Все это дело Но тем не менее Дайком прибежал Он покамлал Полечил Как говорится Изгнал 12 обряд Она такая Она такая Так скажем Календарная Годовая Она уже Так скажем С общей печалью связана С общей печалью связана Вот сейчас пошла такая политика Так скажем Действия Опять же Русской православной церкви Она запрещает Ну допустим На Троицу ходить На Пасху На первый день Категорически запрещает Ходить На Красную горку Запрещает ходить Вот Тут вот Так скажем Есть Тонкость Определенная Она говорит В другой день Ходите Да А почему Так скажем Не в этот день Я думаю Здесь Есть Целенаправленные действия Чтобы разорвать Вот эти связи Видимо Врата Которые открывает Бог Для общения Так скажем С предками Они имеют Определенную порядочность Ну это мои Предположения Это мое предположение Я его не утверждаю Но Исходя Из Тех Так скажем Знаний Которые Существуют В народной культуре Вот эти вещи Они очевидны Вообще-то И вот Поэтому церковь Чтобы переключить Полностью Русский народ Свою общность Так скажем Она вот эти вещи Запрещает И Запрещение Довольно идет жестко Но я скажу Вот по своему родному Силу Вяземка Вот В Троицу У нас Троица Престольный праздник И у нас Весь люд Съезжается Ну можем У нас есть Сейчас там Церковь у нас Зарвали Большевики В 74 году Вот Сейчас построили Там библиотеку Приспособили Под молильный дом И вот на Троицу Духовные духовные связи Они нашему народу Даны Не спроста Они очень сильны И к ним нужно Я бы сказал Нужно прислушиваться Нужно отдавать Конечно Дань И Русской Православной Церкви Которая Многие вещи Сохраняет Но в Русской Православной Церкви Действуют Различные силы Различные течения И есть Очень сильные течения Которые Делают все Чтобы Так скажем Русский Дух Принизить Это мы тоже С вами должны Четко Понимать Поэтому Исходя вот Из этого На могилы Так скажем Запрещаются Многие обряды Которые существуют В Русской Народной Культуре Церковь их Запрещает Но Церковь Запрещает Это очень хорошо Прослеживать Поминальные Вот эти дни 11 поминальных дней Они зачастую Церковь говорит Ну идите в Церковь Приходите в Церковь Подавайте Ковырить записки Платите деньги И мы будем читать Я Я хочу сказать Что вот такая Такое направление Действия Когда Запрещают Так скажем Столы собирать Вот Священник говорит А что Зачем вот собирать стол Вот там Они напьются Нет Ну это До абсурда Все Можем довести Но поминальные столы Нужно обязательно Проводить Потому что Собираются Родственники Собираются Сельчане И проводятся Обряды В это время Обязательно Обряды Проводов Души Обязательно Посещение Могил идет Неоднократно В течение Суток То есть Приглашаются Души Как говорится Предки Приглашаются Запоминальные столы Здесь идет Запоминальными столами Когда иноцветная печаль И вообще Запоминальные столы Или любые Так скажем Здесь идет Общение с предками И вот Опять же Скажу Что это описано Но и мной записано На русском севере Что во многих Селениях И сегодня Обязательно Выполняется Обряд Приглашения Всех предков Запоминальные столы И сперва Столы Накрываются Сажаются Предки Они заводятся Рассаживаются Им сносятся Блюда Они кормятся А потом Только сажаются Выводятся Эти предки Вот Из-за столов А потом Только сажаются Уже Как говорится Здравствующие Потомства Из-за столы Вот этот обряд Существует То есть Запрет Поминальных столов Запрет Посещения Могилы Погоста В поминальное время Это конечно же Есть действие Направленное На Внешнее Разрушение Внутреннего Содержания Русского духа Мы это четко Должны понимать И нужно Я думаю Культуру Которую мы С вами наследуем Вот эти обряды Их нужно конечно же Сохранять И священникам Тоже нужно Эти вещи Объяснять Потому что Многие сегодня Священники Грамотные Они эти вещи Понимают И есть священники Которые Эти вещи Не запрещают Вот Ну собственно говоря Я думаю Давайте Рассказ мы На этом Так скажем Прервем И какие Вот есть вопросы Мы давайте На них и ответим Вопросы есть Да И вопросы В этот раз Интересные По теме И я думаю Что Мы Вопросы Передем После музыкальной Паузы А я сейчас От себя Хочу уточнить Когда ты Рассказывал Мне такое ощущение В голове Четко Созрело Что как будто Ты погрузился В какой-то мир Двоеверия Который многие Рассказывают Который существовал До Петровских времен Что вот И церковь Тут участвует И какие-то Народные поверия И какие-то Жрецы народные Которым все Передается Или по наследству Или кто-то Кого-то назначает Передает свои знания И в общем-то Заявления достаточно Такие Громкие Ты сделал Вот Вопрос Если ты приходишь В церковь То Тебя же Наверное Как-то Ну определяет Что Чем ты занимаешься И так Не скажете А вот там Павел Иванович Вот он пришел А вот он там Про РПЦ что-то говорил И он там Про двуеверия говорил Типа вот Анафемия Его Ну давайте На этот вопрос После паузы Да? Не Хочешь Можешь сейчас ответить Две минуты еще есть Ответить на этот вопрос Давайте так скажем Павел Иванович Есть исследователь Русской народной культуры Наука Если она Хочет быть наукой Она должна Все исследовать И она Должна Выкладывается То явление Так сказать Действительность Какова она есть Понимаете Нет Вот Это в науке Так существует Просто В силу того Что Как говорится Вот Когда командир Принимает решение Высокого рана Там Командующий армией Командующим фронтом Или Командующий Всеми войсками России Там Или какого-то государства Ему докладывают Все Всю истину Всю правду А он уже считает Нужен Что довести До войск Что довести До одного уровня До второго До третьего До четвертого То есть Вот От этого На войне Допустим Никуда Не денешься Если ты Не будешь Знать Состояние Своих войск Состояние Войск Противника Состояние Духа Противоборствующих Сторон Ты Так скажем Значит Будешь Будешь Уподоблен Страусу И тебя По этой попе Как говорится Здорово Мажут И тебя Размажут Вообще Как если Говорим Про полководцев Вот в науке В науке То же самое Существует Понимаете Или нет То есть Есть вещи Которые Исследуются Досконально Исследуются До последней Как говорится Косточки Досточки До последнего Духовной Составляющей И она Выкладывается Где она потребуется Как потребуется Это другой вопрос То есть Я же не Не занимаюсь Проповедями Я не занимаюсь Там Агитацией Пропагандой Извиняюсь За матерные слова Да Я занимаюсь Исследованиями Русской народной Культуры Ее состоянием Ее действительностью А вот она Такое сегодня Состояние Приезжаешь А там Как говорится Священник Запрещает Эти 12 обрядов Проводов души В другое Приезжаешь Там говорят А вот Попы есть Они красные А есть Они наши Попы Прямо Так вот И говорят Это достаточно Широкое мнение Сегодня существует В народе Есть настоящие Попа Есть не настоящие Попы Это вот И оно Укорененное Это мнение Оно обосновывается Когда с людьми Поговоришь Что он Это вот так Вот это Только деньги Ходит Собирает Это А вот это Батюшка Он все Отслужит Он как положено Все сделает Вот То есть Ну Нельзя людей Обмануть Так скажем И нельзя Не видеть В людях Которые Себя Посвящают Служению Богу Или Которые Себя Посвящают Служению Мамоне Вот эти Вещи Они Действительны Так сказать В жизни Они существуют Они существуют И в церкви Поэтому Так скажем Об этих вещах Надо говорить Вопрос о взаимодействии Так скажем Исконной Русской народной Культуры И пришедшего Христианства Это Вещи В науке Всегда Была Открытая В общем Ну Полуоткрытая То открывалась То закрывалась Но тем не менее Она всегда На академическом уровне Исследовалась И работа Допустим Гальковского Язычества И борьба Борьба Христианства С остатками язычества Если я не ошибаюсь Так она называется Вышедшая еще До 1917 года Она трудно Два тома Она трудно Находила себе Так скажем Дорогу Но она вышла То есть Наука Вещами Так скажем В области Духовной В области Так скажем Исследования Взаимодействия Духовных Различных Соборностей Русского народа Я думаю Это подлежит Исследованию Подлежит На самом Серьезном Уровне Исследованию И на это Закрывать Глаза Не надо Но А вопрос Личности Он всегда Остается Личностным Вопросом Я думаю Это Вопрос Второстепенный Главное Вопрос Духа Русского народа Это важнее Потому что здесь Аргентинец Написал Прежде чем На кнопочку Музыкальную паузу Нажму Написал Так Коперник Вроде тоже Исследованиями Занимался Коперник Ну ладно Давайте Перейдем На музыкальную Паузу Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 8 апреля 2016 года Пятница По одному Из старинных 38 день Месяца Пробуждения Природы 7524 лета Тех кто живет В одной из Староведческих Традиций Поздравляю С днем Возрождения Тарха Мы же говорим В нашем живом эфире Про родокон Иноцветные печали Кутенков Павел Иванович Сделал Такой очень Интересный Развернутый Доклад Реакция в чате Довольно таки Адекватная Вопросы Интересные Идут И вот давайте Мы сейчас Как раз к вопросам И будем переходить Давайте посмотрим Какие вопросы У нас были В самом начале Вот возвращаюсь К самому началу Аркуинон Задал вопрос Павел Иванович Если могилы предков И родственников Расположены Далеко от моего Места жительства Как тогда быть? А ежели вообще Нет могилы Как таковой Или ее расположение Неизвестно? Ну вопрос до конца Тогда нужно Прозвучать Что тогда быть? Имеется ввиду Наверное Посещать Не посещать Да? Ну имеется ввиду Ведь есть традиция Посещения погостов Курганов Могил И памятных мест А рядом нет ничего Как быть? Давайте скажем так Если они далеко То нужно Их посещать Их нужно посещать И я вам скажу Что вот Это обязательно Нужно посещать Потому что По народным Воззрениям По народным Воззрениям Душа Души предков Они приходят К могилам Их приходят В течение 300 лет Считается По русскому Народному Мировоззрению Что Душа Окончательно Покидает землю От этого Когда мы считаем Так скажем За милость Кому-то Посетить Вот Так скажем Могилы Своих Отцов Дедов То Это мы Милость Как говорится Сами впадаем Не в милость Мы творим В отношении Себя И рода Зло То есть Нам дали Коны Не традиция Нам дали Коны Поконы А мы их Не храним Мы их Не сохраняем В результате Вот то что Родозгоние Которое Совершилось В 20 столетии Это же ведь Она отчасти Во многом Совершилась Потому что Русский народ Так скажем Был отстранен Прежде всего Откормил Управление Самим собой Потому что За 300 лет Столетия Романовых При всем Их И неплохом Усердии Многих Царей Которые Трудились На благо Русского народа Все же Многие вещи Которые Были заложены В управлении Ну я вам Напомню Такой указ Сишайшего Алексея Михайловича Который написал Что Столбовым дворянином Может быть Только Человек Имеющий Не чисто Русские корни Иначе говоря Инородец Это уже о многом Говорит То есть Допуск кормилу Русского народа С времен Романовых Так скажем Были Явно Открыты И вот когда Это кормила Оказалось В семнадцатом Году Уже Во многом Разбавленной Инородным Так скажем Частью Людей Они Предали Россию Они предали Русский народ Собственно говоря Наверное так и нельзя Говорить Что они предали Они просто Выполнили то Что им было Предписано Судьбой Их Народа Они громили Наш дух Они громили Нас И поэтому Но это Триста лет Совершалось Как минимум Времени Разложения Верхушки Славяно-русской В управлении А когда Сегодня Мы Отрываемся И дальше Дальше Уже На уровне Своих общин На уровне Своих семей Родов Отрываемся От своих родителей И когда Я приезжаю Допустим Вот в одно село Тут мне рассказывают Ну вот Говорят Умерла Говорят соседка Приехали родители Из города По русскому Обычаю Но это мы В следующий раз Будем говорить Хоронить Положено Человека Ложить в передний угол Он там должен Обмытый Убранный Как положено Как говорится Величайший Свою сериаду Одежду В праздничной Одежде Вот И лежать В переднем углу Они взяли Вытащили В сарай Видите ли Им спать С мертвецом Нельзя Ну это вообще Кощунство Вот понимаете То есть Так же Мы Так скажем Не хотим Идти на могилы Своих предков И честовать Их Они дали нам Жизнь Они дали нам Возможность Бытия Существования В этом мире А мы плюем на них То есть Не посещая Могилы Мы плюем Себе В лицо Если нет Возможности Посетить Да Значит В любом случае Нужно выбрать Время И молиться Богу Молиться Как говорится В этот день Посвятить Большее количество Молитв Больше времени Посвятить Прославлению Своих предков И Ихнему помину Потому что Мы от этого Получаем силу А если Нет возможности Установить Ну надо устанавливать Пытаться установить Ну бывает Что Бывает Сирота Бывает Что ты не помни Тогда надо Молиться Богу Молиться Роду Молиться Русскому Народу И это все Пойдет В копилку В твою же копилку В продолжение Твоего рода То есть Здесь Связь Она Совершенно четкая И однозначная Молишься Богу Молишься Духу Русского народа Молишься Своему роду И ты Достигаешь Тех целей Которые тебе Уготованы Судьбой То есть Они Сложно конечно Идут Но они будут Достигаться И то что ты Просишь у Бога А вот как раз Если мы упомянули Два термина Кощунства И Алексея Тишайшего То в этом случае Наверное надо Пообметить себе Что Алексей Тишайший В его времена Проводилась Одна из Так называемых Если честно Временно языком Называть Революция Церковная Когда очень много Было чего перевернуто И дополнено При Петре Там тоже самое Было дополнено И вот эти все Отзвуки На сих пор Сохранились И где-то даже Были увеличены Это в общем Был серьезный удар Когда существовало До этого двоеверие Когда народу Разрешалось И привеслось Где-то даже местами Привеслось кое-что А после этого Там пошли Очень серьезные затыки Церковь приносили жертву И Христу приносили жертву И Ериле приносили жертву Да Это все было До Никоновского времени Все это было Так скажем Да-да-да Вот Так что это надо учитывать И там Гражданская война Потом серьезная Развернулась Которую тоже Сейчас многие замалчивают Просто переводят Это ну Некий раскол Вот А по поводу кощунства Здесь надо тоже понимать Если мы говорим о древности То все-таки Щуры, щуны Это очень древние наши предки Когда мы говорим Кощунам Это мы обращаемся к ним И вот здесь Наверное Надо наше древнее слово Выводить из этого Негативного понимания В то древнее понимание Что кощунство Это все-таки обращение К нашим корням К нашим древностям Я с тобой согласен Но вообще Я хочу сказать следующее Любое слово Она может Как иметь высокие Так и низкие смыслы Поэтому слово Кощунство Она имеет Высокие смыслы Да Духовные смыслы Вот Обращение к нашим предкам Но Как говорится Мир может быть светлый Мир может быть темный Да Вот свет Говорит Свет Свет Много разных И миров Много разных Поэтому Мы в данной ситуации Использовали Слово Кощунство Так скажем Ну В ином смысле В ином значении Но я бы хотел сказать Еще следующее Что Вот когда мы говорим Слово Произносим термин Вот Все же по-русски Возвращаемся К исходной нашей беседе Нужно говорить Понятие На русском языке Не надо термитов Сюда нам приглашать Вот А вместо традиции Нужно говорить Коны Поконы Исконы Исконь Это наше исконь Потому что Вот мы Подрываем Вот как ты сейчас Сделал замечание Совершенно правильно Я с тобой согласен Вот Но так же Когда мы вводим Иностранные слова В свою речь Мы разрушаем Свой внутренний мир Свой дух Разрушаем И хотя Я уже тоже Один из передачи говорил Что слово То Радиция Это все-таки Наше древнее слово Которое было забыто И было переработано Прежде всего просто В традицию Непонятно что такое А было то Радиция Это более древнее значение Более глубинное Поэтому здесь вот да А вот когда мы говорим Коны по коны Вместо Тех слов Которые не наши Это вот я с тобой Полностью Абсолютно согласен Так вот И в связи с этим Когда вот мы понимаем Что очень много слов Подменено И современная церковь Это все-таки Наследники Не тех древнейших Устов И не того Двоеверия И не каких-то еще Даже более древних Ведических основ Да Ну дальше не будем касаться Там сейчас у нас Просто разногласия Могут возникнуть Это уже вот Следствие Многих-многих Так называемых Революций церковных То тогда стоит задуматься А что сейчас делать Тем Кто себя считает Христианами И хочет на самом деле Относить себя К какой-то древности К свету А не идти на поводу Тех которые Пытаются Прикрываться К чем-то светлым Пытаются уничтожать Нашу древность Это очень тонкий вопрос Многим Предстоит его осознать Но это наверное Тема отдельной передачи Так Отдельный разговор Да Будем трогать Да То сейчас разворошим А ответов не дадим Начнутся пересуды Дальше Аркавинон уточнил Что могила Находится за Три тысячи километров Примерно То есть Понятно что Примерно за Три тысячи километров То есть Далековато Но все равно Так или иначе Надо посетить И вот кстати Когда мы говорим Вот неизвестная могила Да Вот я хочу привести Пример Если уж там Про Смоленщину Я заговорил Известно что Мой дядя Погиб На границе Где-то Смоленской Белорусской Ну Россия Белоруссия В районе Смоленской области Его после военных времен Все мои родственники Искали-искали Не могли найти И вот в 2012 году Вот такая вот Знаменательная Год такой Година такая 2012 год В конечном итоге Появилась информация Где что было Мы с сестрой Экспедицию Туда собрали Поехали С супругой С сестрой Поехали Нашли ту деревню Нашли то кладбище Нашли то место Где были Вот эти захоронения Нашли то место Конкретно Вот И потом уже Где он был захоронен Изначально Ну Как находили Не буду говорить Это отдельная история И потом уже узнали Что в свое время Было перенесено В центральный город Который вот это вот Вокруг которого Все находится И там было устроено Очень серьезное захоронение Это уже было Ну Задолго Уже после войны Так вот Самое интересное Когда мы туда ехали Все дружно остановились И посмотрели На тот памятник Посмотрели Посмотрели И поехали дальше Сказать деревню То есть что-то подсказало Что вот здесь Что надо посмотреть Подсказали Да Но все равно Потом проехали туда Нашли то место Где он был захоронен Там местные жители Скали что да Здесь было Там Нашли даже со звездочкой Такое стилизованное Захоронение Там Ну Вот такая интересная Ситуация И главное что В 2012 году Все происходило Когда вот Такие переходы Интересные Здесь у нас были Ну ладно В общем вот Это интересная тема Хочу продолжить Эту тему Просто коротко Наш дед Наш дед Погиб под Смоленском И тоже Под Смоленском Погиб В сентябре 41-го года Во время тяжелых боев Так скажем Когда вот там Смоленска Ну вот эти Известные Как говорится События происходили В 41-м году Тяжелые И вот И тоже Мы до сих пор Не можем могилу найти Мы не можем найти могилу Ну вот Нам посчастливилось То есть Вот теперь у нас душа Знаешь какой груз снялся Когда мы стояли Перед этим местом Вот люди Как говорится Люди уже поколение уходит Как говорится Одно поколение ушло Второе А вот память Где же могила Где же могила Вот она Это в народной культуре Очень важный момент Чтобы кости Как говорится Привезли Или узнать место Где похоронен Как говорится Родич И что там творилось Это невозможно себе представить Мы туда ехали Везде ходили тучи Мы думали Ну не проедем сейчас На легковой машине Приехали Дождя нет Как только закончили Всю обрядовость Нашли все Взяли горы с земли И все И начинает дождь Сразу Как мы только все закончили И мы только выехали оттуда Там деревня такая Что выехать невозможно Только на ротарах Только выехали И ливень как долбанул Такой Что щетки Дворники работают И все равно ничего не видно Вот такая была ситуация То есть так вымыл это все Это столько символики было И как искали И как ехали И как встречали людей Просто это Дали возможность вам Так что вот благодарен я богам Что дали нам такую возможность Аркуинон дальше Вопрос в эфир Допустимо ли переходить на похороны Или поминки христиан В белых одеждах Потому что сейчас же все одеваются в черное Когда похороны идут и поминки Значит Давайте вот этот вопрос так разделим Вот Еще раз хочу обратиться Мы должны понимать Что мы сегодня находимся Наш народ находится сегодня На клее смерти В состоянии родосгонии То есть идет вымирание русского народа Мы в духовном отношении выбрались Когда скинули верму Марксистско-ленинской идеологии Вот Но В явном мире Мы это не совершили Вот это надо совершать И в этом мире Поэтому люди Сегодня Еще Как раньше Опять же эти же коммунисты Говорили Злобные силы У нас Темные силы У нас злобно гнетут Так вот Угнетение до сих пор происходит И происходит на внешнем мире Потому что внешний мир Связан с внутренним миром И когда люди приходят в черном Значит Они В отношении душ своих родителей В отношении души ушедшего Творят Беззаконие Они его отправляют К темным силам К темным соборам Отправляют его В темные миры Может быть он и не хочет этого Но они Этим своим поведением Это делают Вот это мы должны понимать Поэтому Если вы хотите Ну Здесь Вы понимаете Я исследователь здесь выступаю Я здесь не выступаю В роли советчика То я считаю Что Согласно народному Мировоззрению Если ты ходишь Пожелать Душе Ушедшего из этого мира Из тела своего Так сказать Еще уходящего Из этого мира На тот свет Потому что Душа еще у нас Сразу не уходит Души Вот Две души Из трех Они здесь могут Прибывать Поэтому Если вы хотите Им добра Значит Нужно Действовать Делать Те действия Которые Вам Подсказывает Культура народная Которая вам Подсказывает Так сказать Истоки нашего Родноверия Вот так вот То есть Не бояться А просто делать То что Надо делать Хорошо Ингварий Задает Следующий вопрос Для матери Печаль Может длиться Больше года А для отца Вот Вопрос Мужского Женского В отношении Печали Он в русской Народной Культуре Достаточно Четко Разделен И По сей Время Как говорится Женская Начало Она более Тонкая Она более Созвучная Родовым Началом Потому что Мать Она получает Душу Она получает Не мужчина Она получает Как правило Она получает Эту душу Она ее выдает Как говорится Из своей утробы В этот мир Если не получила В утробе Она вымаливает Душу Чтобы душа была У дитя И потом же Она провожает Она вообще Придет Эту душу Как я уже говорил Когда Ждет детей Вот Это ее судьба Это ее работа Мужчина работает На других уровнях На других уровнях Поэтому Для него Печаль Как правило Заканчивается Меньше Так скажем И Нужно Здесь просто Нужно понимать Что Норма Которую Накладывает Культура На Отдельных лиц Так скажем Матерей Сестер Жен Братьев Так скажем Родственников Вот в этом плане Оно С женским Началом Связано С продолжением Рода С ее продолжением Рода Может она Участвовать Не может Потому что Баба Есть баба Так скажем Что она может Что не может У нее много Зависит Поэтому Вот такие нормы Установлены А мужчина Он в этом отношении Более Так скажем Свободен Он не связан Этими вещами Он не работает Так плотно С душами Как работает Женское начало Поэтому Для него Действуют Только Те нормы Которые Предписаны Для всего Рода Вот предписано Для всего Рода Допустим Если в местности Где скажем Так Покуда покойника Не похоронили Нельзя купаться Нельзя купаться Интересная вещь Такая Никто Не имеет Права Купаться Ну потому что Это будет связано С обрядом Очищения Это как бы Вообще Как То же самое Что Обряд Размывания Рук То есть Его еще Душу Не проводили Так сказать На третий день Она Провожается После похорон Так скажем На третий день Ну на третий день А ты уже Хочешь размывать руки Получается Ну это я уже Сам истолковый Вот Вот это нужно Выполнять Так скажем Вот эти нормы А уже Те частности В какое состояние Мужчина входит В русской народной культуре Я не располагаю И наука не располагает Такими сведениями Поэтому Что-либо Так скажем Вот Пояснить На каких-то Примерах Мы можем Вот только Таким образом Хорошо Прежде чем Следующий вопрос Задать От себя Небольшое уточнение По ходу нашего эфира Хочу задать Вдову Замуж Не берут Правильно я понимаю? Не берут Нет Так Только вдовец Может вместе С вдовой Жить Для воспитания детей Правильно я тебя понимаю Тоже Ну да В общем да Это допускается Да Но в этом случае Никакие Половые связи У них уже невозможны Или все-таки Возможно Нет Все существует Все существует Так скажем Половые отношения Не существуют Но нежелательно Так скажем Зачатие детей Потому что Потому что Непонятно Тогда Чья душа-то придет Вот жене Она перед Наврод Оттуда В другой род Она в другом роду Находится Откуда душа придет Непонятно Она туда привязана И она должна Получать роды Души рода оттуда Своего рода Она выбыла Она уже оттуда не получит С этим свадьба не сыграна Поэтому детям Тогда могут Быть без души И будут плодиться В общем Скотта В человечем обличии Поэтому культура И запрещает Вдове Выходить замуж Да Но в этом случае Если мы говорим Что вдова была В одном роду Вдовец в другом роду Они же были Не в роду скотов Ну из одного Или с другого рода Придет Если так просуждать Тут Достаточно Сложные Достаточно Сложные Возникают Отношения Достаточно Вот Есть место Тому Что я сказал Да Потому что Она передана Конкретно туда Вот В этот род Так скажем В эту семью Вот Она В той ячейке Находится Вот Потом Есть Опыт Есть Народная культура Что Да Так скажем Выходили И вдовы И еще рожали Совместно Да Такое тоже было Так скажем Но я говорю Здесь Сложности Возникают с душой А которые Познания В этом отношении В науке Очень слабы Ну в общем Здесь наверное Стоит отметить Что это все Очень индивидуально И надо как-то Подходить Более осторожно К этим вопросам И понимать С точки зрения Ведания Надо подходить Не просто так Конечно Познать Духовность Надо подходить Совершенно правильно Да Хорошо И вот теперь Тот вопрос Который Был Намечен После моего Уточнения Так Перескочил Опять Очень быстро Сейчас здесь Перескакивает Сейчас я немножко Вернусь сюда Обратно Так Аркуинон Ежели в большой войне Погибло много мужей Неужели их вдовам Запрещено рожать Кто же тогда род Будет продолжать И возрождать Молодые Незамужние Могут просто Не справиться То есть Лихая година Пришла Мужиков Повыбивала И что дальше делать Вдов много А мужиков мало Можно По-разному Ставить И значит Их решать Можно по-разному Тогда значит Проводятся Особые обряды И многие вещи Разрываются Но для этого Должны быть люди Которые должны Принимать на себя Так скажем Права и обязанности Взять Вот у нас Это сохранилось Вот сейчас мы Про церковь говорили Про русскую Православную церковь Мы должны понимать Что допустим Тому же священнику Когда идет исповедь Многие вещи Священники Они берут Как говорится На себя Грехи Людские Когда отпускают Часть Переходят на них Правы Они или не правы Но вот так Вот Трактует церковь И она в этом отношении Права Поэтому когда Жрец проводит Какие-то вещи Он знает Что делать А что не делать Вот он возьмет Так скажем Он соединил Судьбы Создал семью Это же колдуны Ведуны делали Вот эти обряды Свадебные Так сказать При участии родов Но они вели его Они выполняли Те действия Которые замыкали Так скажем Духовных сущностей Нателенные Потоки благодати Духовной Вот А если они могли вывести Значит они выводили И делали все то Чтобы род продолжался Потому что продолжение рода Когда мы Ставим вопрос О пресечении рода Или выполнение Тех норм И исконней Которые были установлены То главное исконнее Это продолжить род Продолжить род Но его нужно Продолжить род Так чтобы он продолжился А не порушить окончательно И этот вопрос Решается людьми Которые способны Эти вопросы Так скажем Возвести В русло Культуры Немножко юмора Владимир вносит В нашу передачу Ты прошлый раз Когда говорил Про невесту Там все такое Там Петька Такой персонаж У нас появился Да вот запомнился Он всем Владимир говорит Пусть тогда Петьку зовут Он все проблемы Решит Ладно Хорошо Благодарю Владимира Ну и же запоминают Твои крылатые фразы Становятся То есть Черномырдина дыхает Ты теперь Презошел Черномырдина Твои фразы Теперь будут выходить вперед Петьку зовем Ладно Хорошо Давай дальше Это было сказано От души тогда Да Ну и говорю Запоминается Значит популярность Растет Ты уже при своевоязыцах Становишься Твои выражения Так как крылатые Разлетаются по всему свету По всему интернету Так дальше Аргентинец Вопрос в эфир Я правильно понимаю Было нежелательно Брать или отдавать Из других родов Славян Крестьянская родовая культура В том виде Которая она сохранилась Так скажем До настоящего времени До 19-го 20-го столетия Она Очень Избирательно Подходила К принятию Своей члены В свой род Людей со стороны Даже славянского происхождения Его осматривали Со всех сторон И не одно десятилетие Прежде чем принять То есть Ни один путь Соли с ним съедали А соль это очень Такое знаменательное Вещество В этом отношении Потому что Когда соль ешь Как говорится Вся нечистая Разбегается от соли Вот это Не зря так говорят Поэтому Не то что нежелательно А вот если культура Позволяла Продолжать род А культура Она создавалась Именно тогда Когда были Возможности Духовные Духовные Это прежде всего Так скажем Ведуны Ведуни Жрецы Священники Так скажем С душой Обращаться так Чтобы она не уходила Из рода С древа рода Она никуда не уходила И с ней работали Конкретно С душой То есть Вот надо понять Эти вещи Что Вот как Человек Поставили его Человека Как говорят Посадили В первый класс За парту И в школе Его Там 10-11 лет Его учат И обучают Вот точно так же С душой Раз она пришла В этот мир Ее научили Второй Раз Третий Четвертый Пятый Вот есть Перед родом Какая-то задача Вот он точно так же Души воспитывает Вот он воспитывает души И Брать На себя Свой род Душу Ту Которая неизвестна Чего И как она стоит Ну это было Всегда под большим вопросом Или отдавать С ней работали Несколько поколений А потом ты ее Отдай кому-то Ну кому же это понравится Ну то есть Это чисто Вот Такие вот Так скажем Простерские отношения Были Но они Были на духовном уровне И поэтому Родовые культуры Словами известной певички Скажем Все могут короли Только они могут Жениться по любви В русской народной культуре Любовь была Только между родами Семьями Нету Близких Кровно-родственных связей Позволяет Уровни духовного В развитии Эти две души Соединить вместе И их соединяли Но если нету В этом поколении Значит она переходила В Чернавке Значит она Вековые Ну в Чернавке Сами переходили Значит ее отправляли Вековые В следующем воплощении Как говорится Она подрабатывала И уже Как говорится Ее выдавали замуж Вот и все Вопрос так решался Но были Разные обстоятельства И отдавали на сторону Но это не приветствовалось Люди которые Из родов Родовых культур Отдавали на сторону Они порицались Вот Ну это просто Как вот Так скажем Как Как сказать Вот Мы сейчас Все порицаем Если увидим Допустим Водителя Пассажирского автобуса Пьяным Все будут тарать На него Все кричат Скажут Ты куда лезешь А он в умат Пьяный И автобус 150 человек Ну явно Все будут возмущаться Вот точно так же Все люди возмущались Когда Глава какой-то семьи Или какого-то там Нескольких семей Свою девку Отдавали на сторону Все возмущались И плевались Вытаскивали Как говорится Из автобуса Этого водителя И били в морду Вот точно так же В народной культуре Просто Это вот такие отношения Это вот как образы Вам дают Чтобы это было понятно Здесь вот про черные одежды Уже уточнялось На похоронах И поминках А вообще Когда Они стали появляться Именно черные одежды Если мы говорим Что покойника Срежали И были такие Веселые одежды Праздничные одежды Праздничные А вот все в белых были То есть Траур был в белом Когда черные одежды Стали появляться На этот взгляд Ну давайте Как говорят Разделим На два вопроса Во-первых Что такое праздничные И что такие черные Белые Да Праздничные одежды Это у нас В русской народной культуре Тело отправляли На тот цвет В одеждах Своего возраста Умер человек Невеста В возрасте 18 лет Вот ее в девять В девять ее Это самое Отправляли Бабенка умерла В 25 лет Вот ее в бабих Годовых Срядах Ее отправляли Уже во всем красном Да Так скажем А невесту в белом Ее хоронили Потому что она невеста Вот А бабенку Во всем красном Ее детородном Отправляли В 40 лет Значит в 40-летних одеждах В 50-летних Ну после Позже уже Так скажем Во всех белых Во всем белом Хоронили уже Так что предпочитали Но вообще Возрастная сохранилась То есть праздничная Это здесь Значит возрастное Это в русской народной культуре Теперь про белый Про белый цвет И черный Вот после того Как Скажем Вот если Для примера Когда Стали разрушать Русский дух То вот В 17-м столетии Этот Алексей Чешайший Он много сделал Таких шагов Очень много Пагубных Так что же Шагов сделал А сам стал Чешайшим Сам Чешайший А Никон Это значит проклят Типа такой вот Нехороший Патриарх был Никон Типа он даже И с Чешайшим Боролся вроде так Вот А Чешайший Он Чешайший Вот Но Чешайший Нагадил очень много Извините за выражение В этих вещах Уже мы сегодня Договорили И вот За 300 лет Дом Романовых Как говорится И много сделал Для русского народа Очень много сделал Для русского народа Но в то же время За это время Верхушка Так скажем Управление Русским духом Русским народом Была утеряна Была утеряна То есть это шло Постепенно И вот Потеря Белых одежд Потеря Смыслов В этих вещах С белого и черного Она тоже шла Постепенно Особенно Жестко Она пошла После того Как советские Коммунисты Пришли к власти Как говорится И через советскую власть И через органы Советской власти И через партийные органы Жестко действовали В этом направлении Конечно Церковь Здесь Вложила Свою Определенную Лепту Общим Отрицательным Отношениям К русской Народной культуре И мы не должны Сбрасывать Это со счетов Это В науке Хорошо известно Это описано Вот И У славян Вообще У славян Не восточных Так скажем Западных В основном Славян Так скажем Да Отчасти южных Белый цвет Он В 19 столетии Жестко Начал Сгоняться А у нас Собственно говоря У нас это Петр Первый Вообще жестко Сгонял Конкретно Белый цвет Сгонял Это По документам И известно Но Тем не менее Как говорится Петр Первый Плакальщица Запретил Но Когда его хранили И плакальщицы По ним шли Плакали Как говорится И все везде Белое присутствовало Это для Как примера Вот Замена белого Черного А вот уже В 20 столетии В 20 столетии Ученые Отмечают Исследователи Что К началу 20 столетия Многие Славяне Потеряли Белый цвет В основном В основном Потеряли Белый цвет Как печальный А у нас Он В городах Вот в 20 столетии Был потерян А в селах До сих пор Во многих селах Белый цвет Одевают Белые платки Белые рубахи Так скажем Где Используется Сысконная одежда Но белый платок Обязательно Вот Так что Вот так вот Но Здесь есть Тонкость такая Что Нужно Если вы Вникнете Будете заниматься Сследованиями То здесь надо Понимать Что Печальный одежда И черный цвет Использовался Вот Это просто Надо понимать Что в ряде Мясностей Допустим На похороны Накидывали Одевались Во все белые Но на похороны Накидывали Накидывали Черный халат Шерстяной Так скажем Ну он был Праздничный И он По праздникам Надевался Но его Накидывали На голову Вот Фанева Во многих Настях Была Черная Черная клетка Ее носили То есть Низ Это тоже Был черный Ну а все остальное Было Светлых Льняные Конопляные Ткани Плотки Головные уборы Так скажем То есть Вот здесь есть тонкость Этим мы должны Понимать Потому что Идет захоронение Человека В землю В земле Придается тело А душа Уходит в светлый мир На древо рода Поэтому вот здесь вот Через женскую одежду Мы это Как говорится Ясно видим И ощущаем Что это вот так вот происходит Я ради слушателей спрашиваю Не будем ставить музыкальную паузу Поскольку ответы идут А мы уже в ответах Музыкальная пауза Как правило По традиции Опять же В нашем понимании Слово традиции Не ставим Не Высканье Мне интересно Говорит все же исканье Ну у радио Пока исканье своей нету Пока у радио Вот Поэтому я применяю слова А так вообще Когда у нас будет Так лет 200 Радио Тогда мы говорим Ну искань наш Так вот Если хотите я поставлю Если не хотите Отпишитесь в чате Нет 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 Давайте на вопрос отвечать Да 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 Я тоже думаю Поэтому вот мне пишут Не надо Ну вот подчиняемся Мы подчиняемся грубому насилию Так замечательное Вот тут что у нас получается Получается следующее Что печаль это забота А траур это горе И вот как раз мы имеем Четкое представление Что раньше забота была И печаль была светлая Да Это Ну печаль А траур это Вот горе страшное А чего траур то может быть Если душа уходит К своим пруотцам К своим родам К богу к своему Или к своим богам Здесь что, траур-то какой может быть Если задуматься, на секундочку И тут сразу вопрос Ингвария хочу прочитать А когда вообще появились традиции Ставить стакан с водкой, накрытый хлебом На поминках И чем поминали-то до этого Вообще был алкоголь или нет? Ну вот смотрите Вопрос вот в чем В народной культуре Когда Поминки Ну и сразу после похорона Человек только умер, сразу Душу провожает и ставится Как только проводили душу Ставится стакан воды Кусок хлеба и соли Посыпается Еще крест ставится около воды Вот, и плотенчик вывешивается Ну там много, это мы будем говорить Когда вот еще один последний родокон Будем рассматривать Поэтому я остановлюсь на этом вопросе Вот Но Ставить Сложно сказать Потому что в ряде местностей Это используют Ставится водка Ставится водка Объясняют по-разному Ну у нас так принято и все Вот Тут я мыслю по этому поводу Так Никто не объясняет Объяснение я нигде не встретил По этому поводу Вот принято и все Так скажем И за столы Когда садятся Докусы Мужчинам дают Пить Как говорят Спиртное Они могут выпить Женский пол Категорически Запрещается Употреблять Это тоже я думаю Связано С родовыми началами С родильными началами Потому что баба Боли тонкая И во время печали Когда все погружаются В большую печаль То нам известно Что в состояние Погружения Можно Войти С помощью Различных средств Принятия Ну различных средств Так скажем В том числе И виноводочные изделия Они позволяют Так скажем Войти в определенное состояние Ну сегодня наукой призвано Что человек Напившийся Так называемый Алкоголик До чертиков Он переходит В иное Осознание И он начинает Видеть тонкие миры То что обычному Человеку Не видно А человек Напившийся До чертиков Он их видит И он Разговаривает Или Вино С кем-то там Чокается И говорит Я тебе дам Ты не закосываешь Он их просто видит Это не бред Сивые кобылы Это просто Ну это сегодня уже научно Доказанные вещи Вот Поэтому Мужчинам Так как они слабее В духовном отношении В большинстве своем Если они не занимались Духовной работой То они оказывались слабее Им требовалось вот эти вещи И поэтому народная культура Она четко говорит Вот Мужикам По стопочке наливали На поминки Так скажем Не напиться так Чтобы на карачках ползать А вот Ем стаканчик наливали Обязательно Бабам Боже упаси Ну Детям Естественно Вот Так скажем Поэтому я думаю Это связано Вот с этими вещами Это идет С глубокой С глубокой старины Где использовались Духовный опыт Так скажем Или Использовались Были обряды Где использовались вещи По дополнительному Как называем Введению человека В то или иное состояние Требуемое На поминках Но надо уточнить Что водка Как официальное название Спиртного Алкогольного изделия Появилось только Впервые Упоминается В 1751 году В России Ну давайте Не Алексей Я сейчас перебью Я понял в чем вопрос Где как Мы сейчас говорим О спиртных напитках Мы сейчас говорим О винах Мы говорим О самогонке Мы говорим О брагах Так скажем Мы вот Скажем О тех О медовухе Говорим Которая могла Это самое Употребляться В этих вещах То есть Я же не сказал Что только водка Я сказал Вот те вещества Те дополнительные Которые помогали Входить в тольное состояние Конопля Так скажем Беладонна И так далее И так далее И так далее Вот А это Нашло Все же Так скажем Какие-то вещи В обрядах Виды изменяются Уточняются Что-то уходит Что-то приходит Это такой вопрос В некоторых местностях И до сих пор Не знают Что водку Надо ставить Просто Не знают Только воду И не просто воду А не пятую воду Это я хочу подчеркнуть Святую воду ставят Как говорится А не просто водку То есть Особый подход К тому Что наливается Для души А это наливается Для души Понятно Дело в том Дело в том Что и самогон Только появился Самогонные аппараты Появились Примерно в те же времена И они появились Не на Руси Так что Если использовались Это были все-таки Больше браги А что водка В древности Это была просто Воды из разных источников Которые там Могли быть с травами Да Поэтому вот Может быть Изначально была Как раз Вот та самая водка Которая Святая вода А потом В связи опять же С искажениями С радосгонем И так далее Стали заменяться Уже на какие-то Вот такие дела Я этого исключить Не могу Потому что сейчас Ну уничтожают На самом деле Тем делом Это надо признать А раз уничтожают Сейчас То наверное Это Так вот Традиция в плохом Смосте слова Тогда вот Вводилась уже тогда Вот тут слово Традиция Вот это как раз Подходит Это не наше С точки зрения Исследования Мы должны Смотреть На все вещи Трезвые Вот есть В народной культуре Какие-то вещи Да Нельзя перешагивать Через порог Там Нельзя Вечером Взаймы Денег там давать Покойник умер Ничего Из дому Там нельзя давать Пришел на могилу Хоронить По три Как говорится Землей Три горсти Броси А одной Горсти земли По три себе Как говорится Заспины На груди Вот Пришел С этой самой С похороны Загляни в печку И так далее Много различных вещей Которые При Таком пристальном Внимании Мы видим Что они находят Своё объяснение На очень Таких Тонких уровнях Они находят Своё понимание Почему так делают Почему И так делают И поэтому Использование Каких-то Дополнительных Так скажем Веществ Здесь Нужно подходить К ним Не только Говорить Что да Но Извините У нас Очень много Настоек Которые Делаются Спиртовые Настойки Так скажем Медовые Настойки Вот Но они Используются Для лечения Это понятно Я это говорю Про то Что первые Самогонные Аппараты Когда можно Было Спирт Получать Они появились Где-то В районе 16 века Мы сейчас Говорим Вот о чём Я вот к этому Веду Павел Иванович Вот я Скажу так Вот Прошлым Летом Показали Мне бочонок Показали Мне бочонок Такой Интересный Бочонок Из морёного Дуба Бочонок Из морёного Дуба Ведёрный Две дырочки В нём Два отверстия Я говорю Что это И бабка Мне там За 80 лет Говорит Ну это Говорит У нас Медовуху Делали Я говорю И как же Делали Медовуху Она говорит Вот брали соты А она сама Всю жизнь Ещё пчёл водила Ну вот ей Передали Так сказать Такая Очень интересная Бабка Повитуха К тому же Так скажем Ну Скот Повитуха По скоту Вот Такая Развитая Бабка Говорит Вот Говорит Делали так Брали соты Брали соты И Говорит Срезали их Говорит Верхушку И тёпленькой водичкой Говорит Поливали соты И она Говорит Вот Водичка С мёдом Кипячёная Родниковая Кипячёная Стекала Говорит Вот в этот бочонок И говорит Его заполняли Потом вот Закрывали Вот этими Говорит Две крыши Там вот Отверстие В палец толщиной Один там видно Желобок Для влить Так через лейку Там Ну всё сделано И всё Закрывали Говорит И ставили На несколько дней И говорит Пробовали Потом через несколько дней И появлялась Медовуха Вот она Говорит Ну я чувствовал Что она готова Ну она вот Сама готовила И сейчас Эта вещь Находится в музее Но Дуб Марионный Вот Так скажем Вот тоже Будешь смотреть На эту бочку Если тебе никто Не расскажет Ты не поймёшь Для чего же Вот вам аппарат Для изготовления Спиртных Медовых напитков Ну понятно Но опять же Это не водка Это не самогон И да И опять же Мы не утверждаем Мы не говорим Мы что Говорим Что Возможные пути Так скажем Это то Что вот эта медовуха Она позволяла Напитки определенные Так скажем Определенные вещества Которые позволяли Войти В то или иное состояние Требуемое Для погружения В соответствующие В соответствующие состояния Требуемое Культурой Он должен быть А у него не получается Ну на тебе Вот это вот Так скажем Как сейчас спортсмен Ему нужно Пробежать С 10 километров Или 15 За столько То он не получается Ну на тебе Это самое Как наркотик Вот и всё Я объясню Просто когда выступает Человек Причём не про человек А учёный Человек И он говорит Про эти вещи И говорит Со своей точки Понимания О том Что это применялось Только вот тогда Только в таких случаях То обычный человек Вот эти фразы Только тогда И только такие случаи Он не слышит Он говорит А ну раз это применялось То значит надо Это отметить Буду нажираться так Что значит Вот 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 Поэтому я говорю Мы несем Мы не об этих вещах Говорим Да Павел Иванович Мы несем ответственность Перед тем Кому мы это всё В уши вливаем Поэтому мы должны Очень аккуратно С этим всем Относиться Очень относиться Мы же объясняем Что эти вещи Они могут быть В позиции Академической науки Они могут находить Объяснения Какие-то проистоки Их находились В таких-то В таких-то явлениях И всё это связано С духом Вот Потому что да Одно дело Обрядовость И у кого-то Что-то не получается Как ты правильно подметил Спортина не получается Или бойцу Надо срочно Как-то в себя прийти Или наоборот Из себя выйти После чего-то Вот на тебе получай Когда мы говорим Так что это было Вообще То он говорит О ты конечно Наша традиция Всё и поехали Это наша исконня Это наша Нет Это Так скажем Это всё Всё было уместно Всё было правильно Но в большинстве местностей До сих пор Это ставится Не питая Святая вода Не питая Я уже Эту вещь объяснил А то получается Полтора миллиона У нас там В год вымирает От этого пойла И другие кричат Это наша Это наша Уже там всё Глаза никуда Мы сейчас говорим Про другие вещи Хорошо И вот здесь Надо ещё тоже отметить Что накрытые хлебом На поминках Так насколько я помню Это накрывали Наркомовские 100 грамм Которые выделялись Солдату Во время войны И если солдат Не возвращался из боя Хорошо там Показано в некоторых фильмах То в этом случае Как Ну ему это положено Ему наливались И ставились Как помин Но на самом деле В древности Так это уже Мы выяснили Что не было Там совсем по-другому Всё применялось То есть Вот здесь был вопрос Про накрытые С чего всё началось Накрытые 100 грамм Чёрным хлебом Ну ладно В общем Я говорю Мы обсудили этот вопрос Чтобы не затягивать Вопрос в эфир От Владимира Измытич Каков был типовой план Проведения поминок В древности Вот так вот Начинали с этого Потом дальше это И это Заканчивали этим В русской народной культуре А это и есть древность Так скажем Содержание Поминок Состоялось Следующим Что они начинались С подготовок Во-первых Люди готовились к ним Готовились заранее Начиналось Поминки Начинались Обычно Где-то В послеобеденное время Ну 4-6 часов По полудня Начиналось Если мы сейчас Говорим уже В более позднем варианте Да Так скажем Здесь присутствовало Чтение Псалтири Чтение Псалтири Вот А так Люди Собирались Разговаривали Общались И говорили Только о человеке Хорошее Вот это вот А покойники Только хорошее И ничего плохого То есть Ничего плохого Или только хорошее А это Как бы И сегодня Она сохраняется И она Сегодня присутствует Собирались Собирались Говорили Шли на могилы Масло Ну 3 блюда Или брагу Вопления Обопления обязательно Были Конечно же Везде Вот И дальше Продолжается Беседа Дальше продолжается Беседа Чтение Псалтири Но Родственники Близкие Не спят Потом Утром Идут на могилу Относят Со стола Все что было на столе Относят на могилу Говорят Вносят крошки Вносят крошки Опять приглашают Приходят И Здесь Готовят Кушание И обед Но это Ведь обед Это не 5 Не 10 минут Не 20 Это он Может идти В зависимости от людей И часа 2 Может идти И как говорится 2 с половиной Сколько Человек будет Если Село большое То много людей приходят Потом Обязательно Кушать так Мужчины первым Всегда кушают За ними Женщины Но если там Мало народу То за одним столом Мужики С другим бабы Вот это Мужско-женское Обязательно делилось Это тоже Как говорится Вот показатель В поминках И потом После обеда Опять Шли На могилы Умершего Шли на могилу Умершего Ну Совмещали С другим Обрядом Проводов души Это где Совмещали На сороковой день Где не совмещали Как говорится Где это называли Вторые обряды Проводов души Там четко говорили Второй обряд Проводов души Уже Доводили до могилы Его Вот В других местах Просто ходили Но посещение Два раза посещение Могилы Во время поминок Это обязательно И собственно Все это заканчивалось Где нибудь Так как К двум Часам В зависимости Где погост Размещен В селе Или близко Он находится Или он находится Там в другой деревне Или в другом селе Это таких мест Особенно на русском севере Там маленькие деревеньки Там за 10 За 15 километров Погост находится Там еще и больше Поминки продолжается А так вот сутки Вот таким образом Ну и Конечно же Обязательно В ходе поминок Всегда жгли огонь То есть свеча всегда горела Лампадкой свеча А так Огонь горит Во время Поминального времени Это непрерывно До 40-го дня Обязательно горит А потом Сутки Жгутся Жбется огонь Вот Ну если за стол Говорите Как стол То Там всегда место Для Ставится Для Кто ушел На тот свет Для него Ставится обязательно Блюдо И туда Как говорится Блин Мед Кладется Ложка кладется Вилками Кушать Запрещено На поминках Категорически Ну это Очевидно Потому что Можно поранить душу Она неприемлема Неприемлема Острых вещей Поэтому у нас В народной культуре Запрещается Есть Кончика ножа Потому что Сам себя Ранишь Прорубаешь Своё тонкое тело В этом отношении Нужно Обратить внимание На китайцев Которые Идят палочками Они могут Объяснять Разное Почему Идят палочками Но Здесь Очевидно Что они Себя Не тыкают Они себя Не тыкают Как нас Приучили Тыкать Вилками Это вот Вещи Настолько Очевидные И понятные Поэтому Чем больше Кушаем Вилками Тем больше Мы Делаем Прободение Своего Тонкого Тела Вот Последним Блюдом Ну Обязательно Допустим Значит Мёд Блины Где-то Пампушки Подают Допустим Там Воронеж Белгород Называет Их Вместо Блинов Потом Лапша Чи Квас Кисель Окрошка Рыба Подается Последним Обычным Подается Кисель Кисель Подается И он Называется Блюдо Разгонное Блюдо Подали Кисель Все Больше Ничего Не надо Говорить Кисель Выпили Как Говорится И Из стола Люди Выходят Все знают Что Кисель Это Разгонная Еда Вообще Все Строго Прописано И вот Эти Люди Которые Ведут Обряд Они Эти вещи Очень хорошо Знают И кто Не знает Подсказывают Как себя Вести Кто Начинает Еду Кто Заканчивает Еду Все Начинается С молитвы И все Заканчивается Молитвой Обязательно Молитва Конечно Возносится Богу И предкам Я тут Думаю Почему Я так Ложки Люблю Все есть Вилку Практически Не использую Оказывается На генетике Все отложено По роду Оказывается Ты когда Чувствуешь Вилку Начинаешь Ты потом Ощущаешь Вот вы ехали И вы стали Смотреть Там памятник Вас повело Туда Вас повело Ну Были подсказки Вам И вы это Осознали Подсказки Так скажем Вот И здесь тоже Когда ты Начинаешь Чувствовать Своё тело Ты знаешь Что Ну Нельзя Себя Тыкать Зачем А вот Давай тогда Уточним Когда Большие Поминки Всё Село Пришло Все Общины Соседних Сил Понятно Сначала Мужчины Женщины Когда Меньшее Количество Есть два Ствола Мужской Женский Ну Естественно Бывают И семейные Поминки Когда Наверное За одним Столом Можно Родичей Ближайших Садить Ну Тут Вот Так Это Скажем Понимаете Здесь Вот Когда Они Общины То Общины На поминки Даже Я помню По своему Силу У нас На поминки Всегда Что-то Приносили С собой Приносили То есть Вот Всё Село Накормить Нельзя Что-то Готовили Но Какие-то Хозяйки Там Леслежащие Несли Там То Несли Кашу Пшено Муку Несли На хлеб На квас Там Это Это Готовили То есть Помогали Делать Потому что Знали Что придет Много народу И готовили И вот Конечно Для ближайших Родственников Они Садились Последними За столы Ближайшие Родственники Когда всех Накормят Мужиков Первым делом Детей Мужиков Баб Потом За первые Столы Сажали Участников Особенно Сороковой День Кто там Обмывал Кто Могилу Копал Кто Нес Гроб Допустим Если это Чужие люди Да Вот То есть Их сажали А потом Уже После всех Сажали И родственники Когда вспоминали Тоже За своим Столом То есть Это все Включалось В общую Трапезу В общий Так сказать Поток Понятно Но еще Можно отметить Что иногда Делали отдельно Детские Столы Если Чтобы Я же говорю Детей Сажали Я сам Помню Всегда Нас Приглашали Вот И сядешь Там Всех Насажают До сих пор Помню Одного Своего Товарища У него Сопли Зеленые Текут Из нос И он Едят все Из общих Чашек Там нет Единой каши Нет Единой Тарелки Для каждого Общая чашка Для всех И вот Он эти Сопли И туда В эту чашку И вот А я не пойду На поменьки Он там Сопли Будет Пускать Вот это Я помню Как хорошо Потому что Такой обряд Такой Вот делает По себе Я это помню Детей Приглашали Обязательно Да И здесь Уточнение Такое Разрядочка Небольшая Когда сказал Что есть Такая Русская Поговорка Умерших Или Ничего Или только Хорошее И вот Он так Наш Читатель Слушатель Написал Пригласили Как-то На поминки Олигарха Вот так Все поминки Промолчали Ну все Нормально Ну вот Значит Евгений Николаевич За этот вопрос В эфир Здравия Павел Иванович У меня К вам вопрос Зачем С умершими родичами Находились Их дети Всю ночь А наутро Выносили Во двор Где родичи Прощались с ними После Несли на кладбище Откуда Зачем Вошла Это Ну здесь Слово Традиция Опять упоминается Кстати Музыку Как видите Я тоже Не ставлю То есть Берегу Время Ну Вот Положено По народному Обычаю Так скажем До тех пор Пока Не проведены Покойники Не проведены Души Потому что Их пошли Пригласили Они находятся Здесь Я думаю Так Раз они Находятся Здесь Их пригласили Так скажем Не для того Чтобы они Спали А для того Чтобы вот Они общались Вот Поэтому Идет Общение Идет Общение Считается Что Покойник Всегда Душа его Находится И после Провода Хотя проводили Потом он опять Приходит Он приходит Он приводит С собой Других Тут Ну Можно остановиться Подробно Рассказать По этому вопросу Вот Идет Общение С душами Ушедшего На тот свет Поддержка Его И С родичами С предками С духами Рода Поэтому И спать Нельзя В это время Хорошо Следующий вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Павел Иванович Имело ли значение По вашему мнению В древние времена То как Обнимают Супруги Друг друга За талию За плечи Держатся за руки Есть ли в этих жестах Священный сакральный смысл И какой Благодарю Но вообще Наверное Это не к сегодняшней нашей передаче Но если буквально Два слова Я думаю Это Имело Значение Потому что Это Связано Как говорится Вот опять же Когда подбирают Муж и жену Их подбирают Таким образом Чтобы они По своему Духовному уровню Были Так скажем Равнозначны И Дополняли Друг друга И могли Уживаться Так скажем А так как Все это происходит На том уровне О чем мы сейчас Говорили Что нельзя себя Тыкать вилкой И души Пришедших гостей Это Предкам Нельзя тыкать их вилкой Так скажем Вот это связано с этим То есть это связано С духовными телами С тонкими телами Но это уже Мы выходим За уровень научности В этом вопросе Вот Это я оговариваюсь Это мы выходим За уровень Народная культура Она достаточно Как говорится Много выходит За уровень научности Научного познания Вот Ее сложно познавать Научными методами Существующими Поэтому Познание идет На уровне Так скажем Обобщения Полученных сведений Поэтому Это имело значение Это было важно Так Дальше Виктор задает вопрос Ведущий все время Говорит Предписано Поступает так-то И так-то А кем И кому И почему Это предписано Мне кажется Мы об этом говорим Весь эфир Да мы говорили Но это можно повторить Вы понимаете Нет Вот предписано Так Понимать Нет Вот Ну как Военный человек Так скажем Подчеркну Это я хочу сказать Вот пришел я в армию Вот предписано Так вот Поставили строй Тебя И вводят тебя Строй Потом сказали Вот так Это вот так Вот так Вот так Вот так Вот так А потом Я вот Так скажем Уже закончил Академию И пришел Работать Военный институт Стал Заниматься Следовательской Работой Ну вот я Объясняю Вот Кто задал Мне вопрос И мне Вот Кладут На стол Задачу Перешла Пришла там От министра обороны Или с генерального штаба Сейчас не помню И говорит Вот давай ответ Пиши вот на этот вопрос А я говорю А что ответ Давай В уставе же написано А они говорят Эй брат А сейчас первый год Мой был Как говорится Работая в НИИ Не брат Не Здесь нужно объяснять Почему в уставе так написано Почему нормы такие существуют Чем они объясняются Откуда они исходят Вот ты давай сиди И думай А как писать Вот думай Вот Ты зачем здесь Тебя посадили на эту табуретку У тебя говорят Уже Сотни солдат не бегают И офицеров Под твоим началом А под твоим началом Говорится Уставы Наставления Миры всякие Вот и пиши Как говорится Вот То есть Когда ты понимаешь Когда ты понимаешь Откуда происходит обычай Откуда он повелся Каковы его истоки Надо менять его Не надо менять То тогда эти вопросы Так скажем В общем Сам собой Понятны И они Так скажем Не возникают Вот Поэтому устанавливает Культура Она нарабатывает Опыт многолетний И говорят Что если Окопы противника Находятся Опять же Образно говорю На расстоянии Так скажем Полкилометра То твой окоп Ты должен ходить Как говорится Свою каску Не высовываться Иначе ты получишь Пулю А можешь и не получить Можешь пройти Там могут все спать И ты будешь Полчаса ходить И с тобой Ничего не случится А вот пришел Как говорится Посыльный какой-то Идет во весь рост По окопу Тут же может Склопотать А он только Одну минуту Находится Вот он и все Это обычай Он учитывает Все возможные Вот эти нормы Предписания Нормы Так скажем Установления Узаконения Существующих Культуры Они Рассчитаны На все и вся И ты можешь Всю жизнь прожить Или так скажем Ты можешь всю жизнь Проходить с противогазом И ни разу Им не воспользоваться А можешь Один раз Не взять По противогаз И попасть Под притвую Атаку Которую Там немцы Когда в 1116 году Этим гнали Притом Как говорится Французов Вот Где там Под Мукденом Или где они Там их гнали И люди Тысячами гибли Вот и все Понимаете ли Вот и обычай Он стоит На знании Тонкого Тонкой действительности Духовной действительности И предписывается Потому что Не все люди Владеют этими вещами Поэтому И они вырабатываются Тут это вещи очевидные Хорошо И наверное Может переходить К последнему вопросу От Геннадия Из Твери А молоткам Что наливали Что ли На поминках Если бабам Водку Самогонку Брагам Нельзя То есть У нас все время Звучало Бабы А про молотки Мы тут как-то Про молоток Что-то не сказали И про девок Ну Если уже Бабам нельзя То конечно же И молоткам Тем более нельзя Молодка Это особый статус Бабей Она еще Как говорится Она уже Вошла Как говорится В ряд бабей Ее снарядили По бабе Но она еще Не проявилась Поэтому Говорить Так скажем Каждый раз Перечислять Девки Молодки Первый возраст Второго возраста Третьего Четвертого Бабы Возраста Родославного Потом все Последетородные Потом Особый статус У старых Старых Ну Вот Как бы Так скажем Нету Я просто Подчеркиваю Что существуют Разные статусы Разные Как говорится Состояния И они Мы должны понимать Что они есть А у нас Зачастую В науке Мажут Одним миром Вот женщина А что такое Женщина Женщина Да женщина Это вообще Как говорится Такое растяжимое Неясное Понятие Поэтому многие Следствия пишут Замужняя Женщина Не Замужняя Женщина А вековая В сорок лет Она кто Женщина Она или не Женщина Явно она Не баба Да Так скажем Вот И вот тут Начинается Как говорится Вот это Вот Извражение Словесная Игра Ну Четко Как в народной Культуре Баба Молодуха Девка Несовершенная Девка Женские Состояния Ну Мы об этом Уже говорили Понятно Разобрались С этими Всеми вопросами И можно уже Подходить К заключению Сегодняшней Передачи Как всегда У нас заключение Есть Такой обычай Когда Мы Желаем Тем кто нас слушает Что либо доброе Хорошее Вечное Ну Уважаемые Сударья Сударыни Русская Народная Культура Она Дана нам От Бога Это я уже Говорю Как человек И Прошедшее Тысячелетие Наши предки То что нам То что нам Было дано Богом Они Всегда Ее Всегда Это держали Крепко в руках И не отдавали На поругание Нашим Недругам Всегда Защищали Что Так скажем Большая Последняя война Великая Отечественная война Сорок первых Сорок пятых Годов Мы уже об этом Сегодня говорили Люди клали Жизни свои Миллионами Но Ворога На родную Землю не пускали Поэтому Сегодня мы Переживаем с вами Очень тяжелые Времена Враг Именно Враг Это враг Это тот Который Принимает Облик Человеческий И Творит Темные дела Он сегодня Действует Изощренно По всем Направлениям Он всегда Действовал Поэтому У нас Сегодня Стоит Задача Сойти С колеи Родозгоний Сойти С колеи Смерти Для этого Мы должны Познавать Свою культуру Познавать То наследие Которое Через нас Наши рода Донесли До нашего Времени Вот Познать Нужно Осмыслить Ее нужно Осознать Душой Осознать Сердцем Осмыслить Умом Так скажем Соединяя Его с Сердцем И Понять Что Немец Не придет Тебе делать Детей Не будет Кормить Твоих Детей Не будет Защищать Твою Землю Ну Это условно Говоря Немец Да Так скажем Любой Человек Другого Рода Он Всегда Будет Защищать Свой Род Вот Эти Вещи Надо Понимать Защищать Будет Свою Культуру Это Правильно Это Совершенно Верно Он Будет Стоять На Своих Позициях Как Только Человек Уходит От Своей Культуры Уходит Своих Духовных Устоков Так Он Становится Не Пришей Не Пристегай Он Становится Как Тряпка В Болоте Вот Поэтому Нужно Поддерживать Свою Культуру Нужно Жить По Тем Духовным Законам Которые Дали Нам Предки Который Дал Нам Бог И Видеть В Русской Народной Культуре И в Ее Так Скажем Учреждениях Которые Русский Народ Создал И Включая Русская Православная Церковь Видеть Находить Хорошие Вещи И Их Воспринимать Правильно И им Следовать Вот Когда Мы Будем Так Скажем Смотреть На Мир Не Глазами Американцев А своими Глазами Своим Сердцем Тогда Мы Уйдем С Калиера Дозгония И Снова Мы Будем Выполнять Великую Задачу А мы Сейчас Выполняем Это Держание Света На Земле Русский Народ Держит Свет На Земле И Как Только Мы Этот Свет Перестанем Держать То Земля Превратится Народы Превратятся В хаос Будет Великое Побоище Поэтому Мы Думая О себе Мы Думаем О всем Мире Это Вот Для Русского Человека Как Говорится Такая Вот Так Скажем Первооснова И Мы Должны Придерживаться Поэтому Я желаю Вам Чтобы Вы Укрепляли Свои Семьи Укрепляли Свои Рода Укрепляли Веру В Бога Русскую Веру В Бога И Не Заглядывали Так Скажем И В Очи И В Рот Другим Народом Мы Не Завидовали Им У нас Своя Судьба Спасибо Благодарю За Столь Интересный Познавательный Эфир Напомню Что Следующий Эфир У нас Планируется Через Неделю 22 Апреля Так Что Не Проходите Мимо То Что Называется Готовьте Вопросы Готовьтесь К Что Приобретен Сервер Наконец Мы Приобрели Сервер Такой Уже Профессиональный Надо Будет Закупить Винчестер Так Что Если Вы Хотите Подсобить В этом Деле То Пожалуйста Есть Страница Помощи Можете В этом Деле Нам Помочь От Себя В общем Скажу Что Даже Если Что Вам Кажется Несколько Отличающимся От Вашего Восприятия Это Еще Не Говорит О том Что Этого Нет Или Этого Не Было Наша Задача Радио Как Объединяющая Площадка Получать Информацию Со всех Сторон Получать Знания Со всех Сторон Объединять Как Копилочку Вместе Складывать Для того Чтобы Родилось Нечто Целое У нас Очень Древнее Прошлое Которое Измеряется Кто-то Говорит Миллионными Лет Кто-то Говорит Сотнями Тысяч Лет Но Мы Сейчас Лазим По Верхушечкам Но Даже В этих Верхушечках Сохранилось Очень Много Того Что Является Нашим Древним И Оно В народе Живет Оно Сохранилось Поэтому Если Вам Что-то Кажется Не Так Не Пытайтесь Сразу Выливать Выплескивать Из Ведра Подумайте Может Быть Что-то Есть Даже На Ваш Очень Такой Предсудительный Острый Взгляд Что-то Ценное Не Просто Убедительная Просьба Не Относитесь Очень Резко К словам Которые Вам На Первый Згляд Кажутся Какими-то Странными Или Незнакомыми Вот Такое Мое Пожелание К вам Всем Напомню 8 апреля 2016 года На дворе По одному Современных Календарей Пятница По одному из старинных 38 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Осемится Кто В одной Из традиций Старовежских Тех поздравляю С Днем Возрождения Тарха Сегодня Мы говорили Про Родокон Иносветной Печали Говорили Мы С Кутинковым Павлом Ивановичем И он нам Рассказал Очень-очень Много Интересного На мой взгляд Есть над чем Подумать Есть что взять На вооружение За что ему Низкий поклон А вам Наши радиослушатели Низкий поклон За активное Участие в чате Чате Народного Славянского Радио Так что Если вы Видите Пользу Пожалуйста Принимайте Эту пользу Если вы Хотите Помочь Помогайте Если вы Хотите Участвовать Участвуйте Радио Народное Для всех Для нас На сегодня Я с вами Прощаюсь С вами был Народное Славянское Радио И Алексей Орлов До новых Встреч Услышимся Редактор субтитров Корректор А.Егорова